Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 января 2017 года, вторник. По одному из старинных 11 день месяца в Югосту же 7525 лета неделя. Начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Законны, по которым живет Вселенная». Автор-соведущий Александр Жирков. Здравия тебе, Александр! Здравия всем слушателям, здравия ведущим, благодарю за то, что пригласили эфир и всем хорошего, замечательного вечера. Ну, в свою очередь, я тебя тоже благодарю за то, что ты нашел время и с нами сегодня побеседуешь. Законы, по которым живет Вселенная, достаточно такой широкий очень эфир может получиться, потому что разнообразная, всеобъемлющая тема. Вселенная — это с точки зрения человека нечто необъятное. А сам понимаешь, человеку в физическом теле даже в высокоразитому объять необъятное бывает тяжеловато. Поэтому про какие законы будем говорить и про какую Вселенную, которая живет по этим законам? Давай вот с этого, наверное, и начнём. Да. Ну, хотелось бы вообще рассказать. Эта тема, она действительно очень многомерная. Ей можно философствовать очень много и долго. Но сейчас хотелось бы рассказать о тех законах, которые, во-первых, применимы. Мы знаем, что мы являемся частью большого, огромного целого. Мы сейчас будем говорить о нашей Вселенной. То есть мы находимся на планете Земля, а планета Земля в соответствии входит в Солнечную систему, от Солнечной системы входит в галактику, в галактика входит. Ну, то есть мы говорим сейчас о Вселенной, которая имеет определённые физические законы и непосредственно влияет на нас. И вот эти законы, если их сопоставить, они влияют во все, и не только в нашей галактике, в других галактиках. Если их сопоставить не только в галактиках, на Землю, то мы по факту тоже маленькая Вселенная. У нас есть свой мир. Если каждую взять как планета, к примеру, то у каждого есть своя траектория, свои цели, свои миссии, своя эволюция, свои какие-то желания, пожелания, особенности. И вот мы возьмём, попробуем провести такую параллель. На самом деле, хотелось бы донести до слушателей, что то, что есть в макромире, в большом, на планетарном уровне, оно подобно и в нашем жизненном понимании, и мало того, и в микромире. То есть если мы сейчас посмотрим, возьмём там микроскоп, и узнаем, что внутри нашего организма есть тоже органы, и есть там и бактерии, и микробы, которые живут, и они двигаются, они взаимодействуют по таким же законам. И вот это всё попробовалось, хотелось бы сопоставить, донести, рассказать и поделиться знаниями, наработками, опытом, которые на сегодняшний день я считаю очень актуальны. Раз ты употребил слово «наработки» и «опыт», ну давай тогда немножечко расскажи о себе, откуда у тебя взялся этот опыт и откуда появились у тебя эти наработки. Хороший вопрос. Ну, я являюсь в последнее время энергопрактиком, занимаюсь целителем, я психолог, коуч, тренер, обучаю людей, последних уже на протяжении 9 лет занимаюсь различными методиками, наработанными. В последнее время это помогает мне, используя все знания, навыки работы с родом, дойти как эмпирическим путём до таких глубин, корней наших предков, которые заложены в ведах, которые заложены в разных писаниях. А поскольку имею физическое образование, как-то так получилось наложить именно образование на те аспекты, которые есть в энергетике, в эзотерике, в психологии, в философии. И когда я понял, что то, что было написано где-то когда-то 40 тысяч лет назад, оно по сей день работает очень даже хорошо, ещё будет, наверное, работать бесконечное множество. Я сейчас буду рассказывать о той практике, которую я использую ежедневно в работе с людьми, с пациентами. Я основатель фестиваля славянских практик и самопознания. И уже более проведены шести фестивалей, когда понимаешь, что 2000 человек двигается по каким-то законам. Одни эти законы даже на фестивале видны, что они также работают, как и Вселенная. А если мы сейчас возьмём, к примеру, анализ, как живёт страна, любая страна, не имеет значения, то она тоже живёт по таким же законам, как и живёт Вселенная. Просто кто-то нарушает эти законы, кто-то не нарушает. Назовём так, соблюдает или не соблюдает. И вот хотелось бы детально рассказать, что происходит в том случае, если эти законы соблюдаются, и что не соблюдаются. И как у нас жизнь станет лучше, если мы, во-первых, будем узнать, и в идеале, конечно же, в древности наши предки каждому ребёнку или так называемому чаду до 8 лет, пока ещё не происходил обряд определений, уже потом именно речения в 12, то чаду просто-напросто доносили эти простые истины, по которым живёт мир и в котором ребёнку нужно доносить. А большинство людей и в наше образование сейчас не позволяют понимать, что мы являемся частью большого пространства. Мы это воспринимаем просто как отдельный какой-то предмет, который находится там в каких-то последних классах школы в виде астрономии, или просто говорится, что это есть и всё. Но на самом деле, что этот мир, который есть внешне, он точно такой же, как и тот, в котором мы живём, этого никто не делает. И чем быстрее мы понимаем это, тем быстрее мы понимаем нашу большую всеобъятную Вселенную, наше мироздание. Ну что ж, давайте приступим. Предлагаю тебе уже микрофон взять основательно в руки и начать доклад. А я буду помогать по возможности раскрывать заявленную тему. Да, конечно. Ну и так, что это такие законы? Во-первых, хочу сказать то, что я заметил. Есть понятие космических законов, которые идут в глобальном масштабе, а есть вот такие маленькие аспекты, которые воспринимаются именно для земного человека. Мы будем сейчас обособленно говорить о космическом законе и как он влияет на земную жизнь. Самый главный у нас закон — это закон свободы воли. То есть как любой человек, как любой объект во Вселенной, в космосе, мы, в первую очередь, волевые структуры. Если мы поговорим о людях, то когда человек живёт, он имеет желание, он имеет цель, он имеет устремление и к этой цели через желание идти. В данном случае вот это устремление, скажем так, можем назвать волей. То есть если мы говорим о земном аспекте, то воля человека — это действие, то есть это устремление к чему-то. Но если мы говорим в космическом масштабе, к примеру, воля Абсолюта, Бога или как угодно называть, Вселенского разума, то устремление, которое является волей Абсолюта, устремление — это чтобы развитие шло гармонично. Это самое главное. Всё в мире должно развиваться гармонично. И Абсолют имеет цель — это то, что всё, что создаётся в мире, во Вселенном, в Мироздании, оно было гармонично, благостно, хорошо и прекрасно. И наша задача, соответственно, способствовать, иметь эту цель и желание, чтобы всё, что мы создаём, процветало. Если мы возьмём самое простое, банальное, на земную жизнь, как подытожить такой первый закон, наше воле или изъявление имеет в виду, что мы имеем право излагать свою волю, ту, которую мы хотим. То есть ту цель, которую мы сами себе поставили, тот договор, к которому мы пришли в этот мир, в эту реальность, мы чего-то хотим, или так называемое наше предназначение. Мы имеем те желания, которым мы двигаемся к цели. И самое главное в этом всём, то, что наша воля должна совпадать с волей высшего мироздания, которое развивается. Никто не имеет права решить нас этой волей, реализовать наши цели. И пространство будет давать нам ответы на вопросы. То есть если же мы по какой-то либо причине нарушаем этот закон, ну неважно по какой причине, мы кому-то лишаем воли, навязываем ему мнение, которое не касается его, или пытаемся его, неважно, как-то программировать, то таким образом мы лишаем этот закон воли. И мы нарабатываем негативную карму. А карма переводится в действие. То есть это энергетический обмен. Мы отдельно об этом законе ещё поговорим. Это тот энергетический обмен, который происходит между сутями. Одна суть даёт энергию, а другая принимает. И если этот обмен произошёл неравноценный, какая-то энергия зависнет в воздухе. И в данном случае, если мы ограничиваем человека или суть, то закон свободы воли нарушается. В этом случае является он одним из основополагающих. Каждая планета двигается гармонично, она имеет право развивать. На нашей планете есть очень много живых существ. Если мы замечаем, что если у нас появляется какой-то новый вид, то никто никого это не карает. Всё может быть как одни, так и другие, как и животные, как и люди живут. Всё оно развивается. То есть это означает, что всё существует гармонично. И чем больше это будет гармонии и любви в пространстве, тем лучше. Наша задача — научиться понимать и проявлять волю по отношению к другим людям. И в коем случае не нужно говорить. Наши предки говорили, уважай себя, уважай других, будь ответить за свои поступки. Поступай по совести, живи в благости. То есть ни в коем случае не нужно принижать свободу воли, свободу выбора человека. Вы не знаете, как он родился, какие у него жизненные ценности. Не нужно ему навязывать свои жизненные ценности, если же вы отличаетесь от этого человека. И уже, если мы говорим так называемое производное этого закона в нашем земном плане, появляется следующее. Нету хороших людей или плохих людей, есть только те люди, которые нас радуют, а те, которые нас огорчают. И поэтому у нас проявляется вот такой вот аспект. Поэтому это очень важный закон. И от этого закона влияет второй закон. Он очень тоже, как говорится, главный или движущий. Это закон выбора. То есть мы понимаем, что в принципе, по большому счету, мы все вправе выбирать. Мы находимся в мире, в котором есть полярность так называемая, или некоторые это называют дуальный мир, в котором есть добро и зло. И в данном случае, ну или хотите, плюс, минус, инь, янь, как называют по-разному. То есть от этого суть не меняется. Но в данном случае, когда мы это понимаем, мы все равно должны жить в соответствии. Если мы хотим развиваться, мы понимаем, идем к выбору. Либо мы говорим правду, либо мы лжем. В том числе и есть пространство, если мы говорим о космическом формате. Есть галактики, метагалактики. И есть точно такие же антимиры, антиматерию доказали. Есть черные дыры, которые доказали. То есть это та же энергия, которая имеет просто другой полюс развития. Но если мы говорим о земном аспекте, закон свободы выбора, то есть если у нас, допустим, выбор вредной привычки, то в жизни нарушение закона свободы выбора, ну, к примеру, это самое такое распространённое, человек просто-напросто берёт, выбирает и таким образом разрушает своё тело. Он говорит, я выбираю вести такой-то образ жизни. Если это не совпадает с развитием, это не совпадает с волей и явлением высшего аспекта, абсолюта, то таким образом происходит нарушение закона свободы воли. То есть человек не хочет принимать, развиваться, он не хочет развиваться, он просто говорит, ну, я сейчас буду вести пагубный образ жизни какой-то, всё остальное. Но если человек выбирает путь развития, творчества, созидания, открытия чего-то нового, создания уникального, того, чего не было до этого, то, конечно же, это закон выбора. Отсюда вытекает, это очень такой важный закон. Большинство людей забывает и говорит, что ой, зачем мне там в жизни такие наказания, или за что же там мне маленькая зарплата, или почему мне там так не повезло с женой, с мужем. Это всего лишь свобода выбора. То есть на какой-то момент человек просто согласился с этой участью. Он говорит, ну, в моей жизни всё плохо. И автоматически он принял это. Он в любой момент может вообще взять, сказать, я отказываюсь от этой работы, и пойти, неважно кем работать, поменять кардинально свою жизнь, может пойти вообще, даже дойти, может быть, в другую страну переехать жить. То есть это закон свободы выбора, в том числе и в отношениях. Да, есть какие-то обязательства. Но опять же, это всего лишь выбор, который мы делаем. Либо в хорошую сторону, или в плохую сторону. А как я говорил ранее, хорошего-плохого не существует. Это всего лишь закон выбора. И отсюда, когда мы это понимаем, я вот сейчас немножко проговорю, и дальше потом сделаю такую паузу для разъяснения, для дискуссии, чтобы понятно было. Когда мы выбираем, у нас в жизни происходит понятие такое, для того, чтобы что-то произошло, мы должны от чего-то освободиться. То есть у нас на самом деле пространство, это как замечательный закон, ничто не девается, не исчезает бесследно, всё пространство существует, наш мир существует. У каждого сформированы привычки, у нас у каждого сформированы интересы, цели, понимание. И отсюда выходит закон пустоты. Когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, в чём нуждаемся. То есть если мы хотим что-то получить, мы должны что-то отдать. Если нам в жизни что-то не хватает, в данном случае, значит, мы уже заполнили пространство, и энергии не появятся. Если мы говорим о космическом формате, то чтобы появилась новая звезда, к примеру, или какая-то система солнечная, происходит взрыв, галла, появляется взрыв, вспышка, освобождается огромное количество энергии, и на этой энергии появляются новые вселенные, галактики, возможно, миры, реальности. И этот закон помогает нам понять, если у нас есть вредные привычки, если мы хотим избавиться от чего-то или поменять жизнь к лучшему, нужно убрать стереотипы, шаблоны, поменять окружение, поменять пространство, поменять то, что нам мешает, то, что тормозит наш жизненный путь. И отсюда, естественно, вытекает как следствие закон трансформации. То есть если в нашей жизни есть мысли, и, понятное дело, мы говорим, и не просто нужно говорить, а нужно делать. Часто бывает, что в нашем обществе мысли, слова и дела идут в нарушении друг друга. Это неправильно. То есть наши ментальные конструкции, тонкоматериальные, которые мы создаём, они отличаются от того, что мы думаем, и то, что мы делаем, оно отличается. Поэтому нужно вообще чиститься от мыслей негативных, от установок, от плохих привычек. И таким образом мы должны научиться проводить трансформацию в своей жизни, проводить трансформацию и изменять негатив на позитив, тьму на свет. И закон трансформации, он учит нас, что всё течёт, всё меняется, и благо может превратиться рано или поздно. Как говорят, такой вот народный у нас примет, а мудрость есть. Не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть оно всё трансформируется рано или поздно. И вот в нашем сознании человеческом нарушение данного закона свободы воли — это, в принципе, осознанный свободный выбор человека. Человек хочет трансформировать свою жизнь в благо. Или нет, закон помогает нам понять, что в любой момент, когда у вас депрессия, когда у вас апатия, когда у вас в жизни самая-самая плохая жизненная ситуация, вы в любой момент можете её трансформировать в позитив. Вы её можете трансформировать в любовь. Потому что это добрая воля. Вы имеете свободу воли. Вы абсолютно говорите, я отказываюсь от негатива, я отказываюсь себя жаловать, я жаловаться, я отказываюсь. Мы делаем свободный выбор. Мы говорим, я хочу, чтобы мои мысли, слова и действия были другими. Они были благостными, и они совпадали. Конечно же, это будет нас радовать и развивать. И отсюда, когда мы понимаем, что уже в жизни, то есть в нашем обществе большинство людей почему так живёт? Потому что он не знает их законов. Человек жалуется, он не понимает, что можно в любой момент трансформировать плохие качества, плохие привычки. Или, к примеру, элементарно даже, что нам не хватает для трансформации? Знаний, допустим, языков, или высшего образования, или специализированных курсов. Ну, пойдите на специализированные курсы, почитайте там в Ютубе ролики, книжки какие-то. Дополнительно пройдите собеседование, трансформируйте свою жизнь. Избавьтесь от людей, от встреч ненужных, от проведения времени за телевизором. Вы трансформируйте, вы освободите себя от лишнего. Тогда появится свободное время, энергия, часы на притяжении в жизни того, чего надо. Лидишь, и работа появится лучше. Лидишь, и отношения с мужем, с женой станут лучше. И потому что будут уделяться времени более важным тенденциям, которые радуют. Не ссорам, которые есть, а проанализировать, почему эти ссоры появляются. И отсюда появляется очень важный закон, о котором многие рассказывают в религиях. Это закон милосердия. Он многогранный закон, и он, в принципе, подразделяется на несколько законов. И вот сейчас одни из аспектов мы проговорим. То есть в пространстве это закон покаяния. Ну, если мы говорим о земле, то человек, он осознаёт нарушение своего закона, когда он раскается в понимании. Он просит прощения, он просит прощения на самом деле сам, у самого себя. Он понимает, что он жил не по кому, не по тому, как должно быть по правильному. Таким образом, когда человек осознал свою вину, он попросил прощения, и он должен убрать за собой то, что он создавал в прошлом. Когда ты просишь прощения, будьте и научитесь быть милосердными к самим себе и к тем, кто у вас просит прощения. Прощать нужно тогда, когда у тебя просят прощения, не просто так. И в том числе, сами себя научитесь прощать, когда вы уже до этого доходите. То есть не надо делать плохое дело, а потом спросить прощения. Нужно понимать, почему вы дошли до этой ситуации. И когда вы научились прощать, вы не ожидайте просьбы, вы не ожидайте, вы просто поймите правильно, как давать пройти свои уроки, осознавать свои ошибки. Каждому позволяйте понять. Не пытайтесь прощать того, кого-то, кто в этом не просит. Сами попросите прощения за нарушение. Причём большинство людей этот закон не совсем понимают, думают, что это какой-то религиозный догмат. Или просто на самом деле, когда человек, и очень многие психологи доказывают, о том, что у нас большинство проблем в отношении с родителями, а это мужское, женское начало. Это, опять же говорю, энергия земли матушки и энергия Творца Небесного. И если подснимать в космическом параметре, когда мы не принимаем чего-то, мы не принимаем и блокируем эту энергию, которая приходит в нас. Таким образом, когда мы просим прощения, мы принимаем, мы в ожидании, мы готовы открыться к чему-то новому. И таким образом у нас происходит в жизни вторая часть этого закона. Всегда, когда мы… Я сейчас приведу несколько жизненных примеров, которые я сталкиваюсь, наверное, или каждый сталкивался неоднократно. Это закон помощи. Когда вас просят о помощи… Обрыв в связи. Когда у вас есть компетенция или квалификация, или у вас есть ресурсы, или свободное время, то есть, чтобы это не было ущерб себе. Если вы просите помощи, а вам отказывают, это вообще нельзя осуждать, гневаться, обижаться. Просто нужно понять, что этот человек может вам не готов дать помощь. При этом вы должны понять, что помочь может только тот, кто сильнее энергетически. Если вам помощь не даётся, потому что вы сами можете в жизни реализовать себя. И когда вы предлагаете помощь, вы обязаны принять эту помощь с благодарностью. У нас высшие силы нам помогают, оттенкоматериальные ангелы, архангелы, леги, археи приходят. Род нам приходит на помощь всегда, оттенкоматериальный. Всегда это происходит. И наши родственники на физическом плане происходят, помогают нам. Но в данном случае, почему наше, к сожалению, большинство славянского нашего народа делает нарушение этого закона? Если мы предлагаем помощь, об этой помощи нас не просят или отказываются от нашей помощи, надо не расстраиваться. Значит, этому человеку в данный момент такая помощь просто не нужна. Нарушение этого закона самое простое. И это тоже подразумевает следующий подзакон. К примеру, обычно родители очень сильно помогают нашим детям, говорят, вот самое лучшее, пусть он там пойдёт. Или наоборот, жена там за мужа всё делает, вот он там, всё ему надо, надо, надо. И это помощь, которая, когда человек не просит, не делает, изначально привозит, расхолаживает людей. Мужчина перестаёт быть мужчиной, женщиной женщиной. Или наоборот, ребёнок не может самопроизвольно развиваться. Тогда, когда он не может развиваться, появляется следующий подзакон. И нарушение этого, ну, сплошь и рядом. У нас везде, в пространстве, это и есть. Это закон жертвенности. Это когда человек себе по собой жертвует, своим временем, своими ресурсами. И он говорит там, одолжи мне деньги. И там он говорит, да, конечно, а там, пожалуйста. А ему эти деньги он там откладывал на обучение или на лечение. И потом у самого не хватает, урода он забрал деньги, и потом у него проблемы с женой или с мужем, или там на бизнес не хватает, и его бизнес развалился, потому что он кому-то одолжил деньги, и потом он ходит и просит, отдай деньги. А тут он говорит, я не могу. На самом деле он пожертвовал, не дал возможность трансформировать человеку и понять, что человеку на самом деле не какие-то деньги нужны на тот момент были. Он даже не подумал, как решить можно эту ситуацию. В итоге его задача была научиться зарабатывать деньги, а он не научился. Вы ему дали, он закрыл свои вопросы и был вам должен. Ему комфортно. В итоге в жизни нужно не жертвовать собой, а благотворить. То есть когда мы даём благо, когда мы даём возможность самопроизвольно развиваться, тогда во Вселенной планеты друг с другом взаимодействуют, притягивают, но при этом они позволяют каждому своим кольцом и своим эклиптиком двигаться аккуратно, хорошо, гармонично. Все живые виды, они между собой взаимодействуют, они позволяют другому виду существовать. И поэтому не нужно жертвовать собой, не нужно чувствовать себя жертвой. Это очень неправильное понимание у нас в обществе, когда мы жертвуем ради ребёнка, ради чего-то. Вы должны понять, вы не проявляете, не подавляете в себе любовь. Когда человек, когда мы желаем, мы жалеем того человека, не нужно это делать. Вы не даёте другому человеку проявлять любовь. И это очень важно. Между жалостей нужно уметь принимать и понимать, что человеку нужно. И тогда это поддается закон любви. То есть, когда мы не жертвуем, а мы любим, мы даём возможность развиваться. Любовь — это люди Бога ведают. Это самые высокие вибрации, которые есть. Это высокая вибрационная энергия. Это человек, который доходит до уровня Творца. Это когда человек создаёт что-то уникальное. Таким образом, это правильно, это замечательно. По поводу этого, я вот так понимаю, сразу же надо отвечать на вопросы. Вселенский закон свободы воли из медического мироздания. Подожди, 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 давай сделаем так. Ты сначала раскроешь тему, а потом мы уже будем отвечать на вопросы. иначе сейчас ты в сторону уйдёшь, отвечая на вопросы, тему не раскроешь. Когда ты раскроешь тему, скажешь, нам расскажешь об основных законах, вот тогда уже при разборе мы будем задавать вопросы. Всё. И аналогично, когда мы понимаем, что во всём должна быть любовь, во всём должно крыться всё самое сокровенное и ценное, кто-то есть, кто имеет иерархию, то есть кто управляет этим всем, кто распределяет больше любви, меньше любви, больше помощи, меньше помощи. Ну у нас по такой законной иерархии есть это просто. Наша Земля вращается вокруг солнечной системы, соответственно, есть уже иерархия. И автоматически солнечная система вращается вокруг центрального Солнца, и всё оно вращается вокруг какого-то глобального центрального Солнца. Автоматически у нас по такому же подобию у людей есть родители, соответственно, у родителей есть, допустим, дети, и они являются Солнцем, они являются иерархией. А над нами, в том числе, по такому же принципу, есть высшие аспекты, которые развиваются. И этот закон... Обрыв связи. Иерархия, то есть глава. В основном случае, каждая высшая стоящая ступень в иерархии, понимается, является главным иерархом для низшестоящих. Самый простой пример у нас, над нами абсолютно, над всеми нами, а мы уже как бы под ним, и весь мир, вся реальность существует благодаря этому всему делу. Но если мы говорим о том, что этот пир, он сверечен, нельзя говорить о такой вертикальной иерархии, как у нас там правительстве, к примеру. Он, каждый выполняет свою функцию. И в данном случае суть закона иерархии понимается следующее. Это взаимодействие. Находящиеся ступеньки выше, на ступеньки ниже. Человек, который на ступеньке выше, он не сможет подняться ещё выше, пока не потянет которого ниже. Обязанность иерарха, находящегося на ступеньке выше, создать условия для ступеньки ниже. Родители должны для своих детей создать условия, при которых это произойдёт. А если они не создадут условия, их дети не разогнутся, то автоматически они не проявят свою любовь. Они не будут их уважать. И они потом создадут условия для развития, точнее, не создадут условия для своего развития и вдохновения. И родители будут смотреть и думать, ой, какие у меня непутёвые дети, потому что изначально не положилось. Это называется, что посеешь, то и пожнёшь. И тот, для кого эти все условия создаются, в принципе, по иерархии, неважно, это может быть муж, жена, начальный подчинённый. Это всё изначально нужно понимать. И вот эти степени иерархии у нас присутствуют. Если на земном плане родители, дети, дети, престарелые родители, муж, жена, то на уровне государства это правительство, народ. Если мы говорим о взаимоотношениях на уровне рода, это брат, сестра, старшая сестра, младший брат, ну и тому подобное. Или на работе это начальник, подчинённый, учитель, ученик, директор, учитель. Всё, в принципе, просто. И нарушение этого закона у нас является самое простое. У нас недовольство правительством. То есть мы сами выбрали это правительство, и мы им недовольны. Потому что по иерархии оно нам даёт не те действия, оно не создаёт нам любви и проявления нашего, собственно, наше проживание в этом законе. Оно не даёт нам благодарность за возможность и условия проживания в стране. То есть это изначально простое нарушение этого закона. И, к сожалению, если бы все уважали и понимали, что каждый должен помочь высшестоящему и низшестоящему развиваться, этих бы проблем не было. И отсюда вытекает следующий закон. Это закон суверенитета личности. Это закон связи. Обрыв связи. Похожий на закон свободы воли. То есть никто не имеет права. У нас у каждого есть личные вещи, личная жизнь, душа, опыт души. И когда нас не просят, надо не навязывать опыт. Зачастую бывает, мы в большинстве случаев нарушаем этот закон, когда мы закладываем на кого-то шаблон или ставим какой-то серетьим, каждый должен проявлять свою личность и имеет право на собственность, принадлежащий только этой личности. И в данном случае, естественно, у нас, к сожалению, этот закон нарушается на уровне и авторского права, нарушается на уровне индивидуализации личности. Все принижают, всех пытаются уравняловку сделать. И в школах индивидуально никакой способности не раскрываются. Это, ну, в большинстве случаев индивиду, конечно, там какие-то кулыбины с теми-рязевыми выплывают, но их очень мало. И они, если могут удержаться на плаву, если хватает силы, харизмы, силы духа, то, естественно, это так. Но иерах, он тот должен создать условия, при которых контролируется ступенька. И в данном случае при суверенитете личности каждый должен понять, что каждый должен проявить себя, свою личную индивидуальность. И при этом не надо лезть с возмущением, что создалась какая-то реальность, которая не подходит тому или другому иерарху. Нужно чётко понять, что нужно сделать для того, чтобы тому или иному было комфортно. Потому что это уже создаётся что-то новое, то, чего не было. И, конечно же, по такому же принципу мы понимаем, что существует законоподобие. То, что излучаешь, то и получаешь. Что посеешь, то и пожнёшь, как говорится. Если мы излучаем гнев, то так будет идти к нам гнев. Если излучаем любовь, то будет идти любовь. То есть и это большинство людей у нас несёт негатив, думает о негативе, будет, конечно же, негатив. Если мы научимся, и наша задача, самая важная, не создавать негативные отношения ни к правительству, ни к близким, ни к родным, ни к продавцам, ни к водителям маршруток. Проще надо отнеститься с любовью и радостью. И тогда по законоподобие пространство трансформируется, как к предыдущему закону, и наполнится любовью. Никто не будет себя нести или жертвовать. И мы понимаем, что один из следующих основополагающих аспектов — это закон зеркала. То есть весь наш окружающий мир, как по законоподобие, то есть отражение нашего внутреннего мира. То есть самое простое, если вас что-то в мире раздражает, в человеке, в событиях, в ситуациях, значит, это есть вас. Нужно это менять и трансформировать. Если вам не нравится правительство, значит, вы за него ходили голосовать. Значит, вы согласились рано или поздно. Если вам не нравится человек, значит, это качество есть в вас. Вы притянулись по закону притяжения, по закону выбора, но по какому-то принципу вы просто взяли и сказали, ну да, наверное, было бы хорошо встречаться, лежить или там рожать детей, воспитывать с вот этим человеком или там строить бизнес с вот этим человеком. Нужно понимать внутренний мир и работать с ним. И Мальтереза об этом говорила, хочешь изменить мир, начни с себя. И если в вашей жизни есть раздражение или, допустим, восхищение другими, значит, это есть внутренний мир ваш. Если очень классный тест, когда вы просто берёте, описываете ваше окружение, и каждого человека берёте, описываете пятью словами. Если вам кто-то не нравится, значит, добро пожаловать, это есть вы. Мало того, работайте, трансформируйте. Когда вы потрансформируете, вы уже будете другого человека воспринимать по другим качествам. И таким образом вы уберёте свои стереотипы, возможно, какие-то родовые программы. Большинство людей, кстати, проживает и забывает о генетической обусловленности. Это такой психологический термин, или даже назовём это так, генетический термин, поскольку у нас есть гены отца и матери, и мы автоматически берём от них не только физиологию, а и привычки, какие-то стереотипы могут перейти на нас. Мы сами этого не понимаем, когда мы имеем сопротивление внутреннее, когда мы говорим что-то, передаём информацию. Это говорим не мы, это говорит нас, наша генетическая обусловленность, наших предков. И мы должны чётко отслеживать, говорит это в нас наш отец, наша мать. Нам просто останавливаться и отслеживать то, что мы говорим и то, что мы думаем. Иначе мы зеркалим пространство, будет говорить на самом деле то, чего мы не хотим, но это и есть часть нашей природы, нашего гена. И отсюда вытекает закон аналогии. Всё понятно в мире, аналогично, но не одинаково. И, понятное дело, схожесть микромира и макромира, добро и зло, оно похоже. Допустим, если микростроение атома, мне очень нравится пример, я в своё время, я настоятельно рекомендую всем, кто для того, чтобы убедиться в существовании этого закона, освоить такую программу, графический редактор, хотите в фотошоп или какой-то другой, возьмите строение атома и возьмите его, там, какую-то солнечную систему, к примеру, сфотографированную каким-то спутником. И вот просто возьмите в фотошопе увеличить и уменьшить, и вы увидите, что они очень схожи, они очень подобны, но они не одинаковы. Точно так же и зрачок, если вы возьмёте сфотографированный зрачок, увеличить и уменьшить, будет похожий на туманности и тому подобное. То есть нужно понимать, что все принципы построения мироздания, они аналогичны, но они не одинаковы. Есть аналогичные планеты, и их тоже даже уже сейчас современные космические агентства находят огромное количество звёзд похожих, галактик похожих, вселенных похожих. Они не одинаковы, но не похожи. Есть точно так же люди, есть аналогичные, схожие даже близнецы, но они не одинаковы. Два близнеца не могут быть одинаковы. Хоть что-то, хоть у них на секунду разница, когда они родились, значит, на них время повлияло, на них планеты повлияли, на них нумерология, астрология и какие-то другие ещё факторы повлияли. То есть нужно понять, что все люди в нашей жизни, мы все разные, и при этом мы похожи. Если мы кого-то принимаем, допустим, нашего друга, он похожий на нас, но он другой. И самое важное в этом законе, нужно каждому не лишать права проявлять, вообще принимать, проявлять приотношение к одному к другому. Нужно не навязывать своё понимание другому, нужно уметь слышать другого. Оставлять каждому право иметь своё собственное мнение, отличное от нашего. Самое важное, каждый имеет право. И иметь право нельзя лишать другого. И вот в данном случае, когда мы начинаем обнаруживать это различие, мы принимаем его не как противоположности, а как иное целое. У нас в древнеславянском языке буквица, я знаю, тут очень много были эфиров на эту тему, есть замечательная буквица, она называется Зелу. У нас её переименовывают как Зло, многие говорят. На самом деле Зелу — это то, что было неизведанное. То есть людей не называли злых, их называли инакомыслящими. То есть те, которые мыслят по-другому. И, конечно же, если такой закон есть, то происходит закон реинкарнации. Мы понимаем, что кто-то может в это верить, потому что это не верит. Сейчас уже наука очень много доказывает. Есть люди, книги пишут. Известные гипнотерапевты даже там брали более трёх тысяч человек с разных уголков земного шара, вводили гипноз, и они там рассказывали, где они жили, где они были, где они там воевали, потом находили, и подтверждение было 97%. Поэтому даже вот учёные уже, есть даже математические формулы реинкарнации. Ну и там не будем говорить об этом много. Я думаю, кто захочет, почитая доказательства реинкарнации, сейчас очень много. Но начиная от клинической смерти, заканчивая всем остальным. То есть это переход души по ступеньке к ступеньке. То есть мы приходим от мира кристаллов в растительный мир, в животный мир, в мир человеческий. То есть происходит эволюция души. Ну это происходит, конечно же, многомиллионные ступеньки. И с одной ступеньки в другую — это реинкарнация. В данном случае для человека всё очень просто. Человек имеет право реинкарнироваться, перевоплощаться, переходить с одной ступеньки в другую. И наша задача, как говорили наши предки и вообще, как мы идём, мы должны достичь уровня Бога-человека. Для простого физического обычного обывателя это подразумевается следующее. Если мы вспомним уроки анатомии, мы используем мозг всего-то на каких-то жалких 5%. Но есть люди, которые обладают экстрасенсорными способностями, парапсихологи, экстрасенсы, которые двигать предметы могут. У них мозг работает больше, чем на 5%. У кого-то 10, 15, 20 и выше. Соответственно, есть современные даже фильмы, которые рассказывают о паранормальных способностях людей и разные передачи на известных телеканалах. Соответственно, вы просто-напросто можете сами для себя сказать, вам устраивает уровень то, что вы делаете, даже может, вы делаете хорошо, как мастер, но на 5%. То есть если вы хотите достичь уровня Бога-человека, раскрыть свои способности на 7%, на 10%, пожалуйста. И с каждой реинкарнацией мы приближаемся к этому больше, больше, больше. Мы имеем право жить, мы имеем право реализовать себя и все наши наработки, которые происходят, передаются. И, конечно же, мы во время этого, когда приходим, мы сохраняем определенные процессы, среду, социальную среду, регион, страну, которую мы выбираем. Если мы говорим о реинкарнации на планетарном уровне, на космическом уровне, то, допустим, душа звезды, она может взорваться, переродиться в что-то большее, войти к своей энергии, создать новую солнечную систему. И это тоже есть новое. Поэтому в данном случае, если мы говорим о земной части, то есть душа до воплощения, мы имеем абсолютное право, и кто-то, может, слышал об этом, мы выбираем своих родителей. Многие, очень многие сейчас во всем мире пишут книги о том, как даже дети во снах приходят и выбирают родителей, говорят, мама, я там рожусь, мальчиком буду, девочкой буду. Есть таких очень много по всему миру доказательств о том, что это происходит. Душа автоматически соглашается, как она будет проходить какие-то жизненные уроки. Она имеет право на жизнь, но не имеет права лишать жизнь саму себя. То есть самоубийство, оно даже каралось на всех уровнях, потому что выделяется энергия, есть высшие структуры, иерархии, которые нас заинтересованы, дать нам этот жизненный опыт. А мы просто-напросто берем и отказываемся от этого опыта. Соответственно, таких, конечно же, вещей делать не стоит. Поскольку хотя бы даже частичка неоследная не воспринимается, мы говорим, не стоит, а наоборот, нужно жить и радоваться, любить себя и пространство, и окружение. И таким образом уважать выбор, то, что мы выбираем своих родителей, и тот мир, ту страну. Поэтому, когда человек жалуется, находясь в той или иной стране, вы же каким-то образом родились в этой стране, вы должны уважать, ценить свой выбор. Или той энергии, на которой вам хватило, чтобы попасть в этой стране. Вы хотите какие-то определенные уроки пройти для того, чтобы пойти на ступеньку выше. И если вы не проходите эти уроки, не осознаете эти уроки, то, конечно же, рано или поздно вы будете реинкарнироваться в другой ветке. И, возможно, кто-то пойдет деградировать выше или ниже. Это закон свободы, более закон свободы выбора. И отсюда вытекает самый любимый закон у нас в обществе. Кстати, 2017 год он в ведических источниках олицетворяется как год отработки кармы, год наработки положительной кармы. Искренне надеюсь, что у всех он так именно пройдет. Ну или простым языком карма — это закон причинно-следственной связи. У нас в древности наши предки называли «карна». То есть это не просто действия, которые создали определенные причины раньше. Это действия, которые были порождены нашими предками или даже нами самими в прошлых воплощениях. Таким образом мы должны это осознавать. Есть космическая карма, земная карма, которая в этом воплощении, космическая, то есть те, которые были в прошлых воплощениях. Есть карма рода, как многие говорят. То есть если у нас в жизни есть определенные проблемы, то как следствие, это следствие причин нарушения этих законов. Возможно, вы до этого вели себя как-то плохо, или у вас в жизни проблемы, вы там в студенческое время хорошо себя проводили, но не развивались, не учились, а потом вы не нашли работу, ничего, и у вас в жизни плохо. Как следствие того, что вы не развивались, вы не осознали, вы не накопили этого опыта. Понятное дело, и заболевание в теле – это тоже карма. Это следствие причин нарушения закона. То есть вы не хотите осознавать. Есть замечательное обоснование этому, психотоматика так называемая, которая об этом очень хорошо рассказывает. И нужно это понимать абсолютно спокойно, что, допустим, если же человек заболел, нужно изначально понимать, потому что болезнь даже наша под древней славянской буквицы означает больше информации. Нужно стараться понять, где и какой закон человек нарушил. Если у вас в жизни вообще что-то идёт тяжело, осознавайте, старайтесь осознавать, покаяться, искупить, не бежать в какой-то религиозный источник, а разобраться в самих себе, что вы сделали не так, что привело вас к этому. И таким образом вы найдёте решение этой проблемы, болезни или отработаете карму. И самое важное, что человек, когда у человека всё идёт гладко, это значит, что человек почти не создаёт никаких причинно-следственных связей. Он живёт по воле Творца, или создаёт много любви. Он создаёт и сам же может исправить эти ошибки. Это, как говорят, самое важное, это когда вы наступаете на грабли, а вы уже в каске. Это и есть опыт. Когда вы просто понимаете, что вы уже ничего не боитесь. И если у нас есть какие-то родовые болезни, бывает такое, что человек вроде бы благотно живёт, но на него накрывают какие-то родовые процессы или программы, которые есть в нашем ДНК. И об этом уже очень много учёных доказывают. И кто захочет, профессор Горяев, об этом великолепные труды делает. То нарушения по роду, одних и тех же законов, неважно каких именно, на глубинном уровне, они создают причины нарушения этих законов. И понятное дело, как следствие вылазит болезнь по роду. Возможно, там у вас, или у ваших родителей, или вообще у всего рода, или какие-то проблемы, трудности могут возникнуть. Или даже потом у ваших будущих детей, если вы ведёте негативную карму, ведёте как последствия. Соответственно, всё у нас в жизни взаимосвязано. Понятное дело, это закон взаимосвязи. И мы понимаем, что самое главное, мы связаны все в пространстве, в мире, в Вселенной, как по-разному называют, какие-то основы — это Абсолют, Творец. То есть взаимодействие всего этого дела. И все законы между собой связаны. Между собой всё взаимосвязано, как вот стол, стул, ноутбук, телефоны, они взаимодействуют по силе притяжения. И если мы смотрим на молекулярном структуре, то атомарная структура и полевая структура, она между собой взаимодействует. Всё взаимодействует. Энергетическая, ступенька взращивания души, физическая, духовная, и параллельные миры, Земли, планеты, звёзды, галактики, Вселенной — всё взаимосвязано. И самое важное в этом законе — нужно понять, что всё в нашей жизни не случайно. Оно закономерно. Если вы встретили человека, если вы произошли какая-то ситуация, или вы получили диплом в институте — это закономерность. То есть произвелась какая-то взаимосвязь, какое-то действие. Вы просто дошли до этого уровня и получили какое-то определённое знание. То есть по закону взаимосвязи человек строит сам своё будущее, находясь в настоящем. Вы должны находиться здесь и сейчас, проявляться, таким образом вы будете своё будущее строить. И построение взаимосвязей прошлое, настоящее, будущее происходит из настоящего. Если вам что-то не нравится, не живите в прошлом. Нужно понимать, что ваше прошлое будет влиять на вас. Но если вы от него откажетесь, перепишете или переосознаете, то и ваше будущее поменяется. А если вы будете какие-то дурацкие мысли нести или негатив, то, конечно же, это будет влиять на ваше будущее, вы будете притягивать. Среднестатистическое нарушение этого закона, самое простое, когда человек не может простить какие-то свои прошлые отношения, он не может встретить новые отношения. Он не может отпустить партнёра как на энергетическом уровне, так или, допустим, в мыслях, на физическом. Поэтому это как взаимосвязь не даёт ему присоединиться и притянуть по другим законам, которые отвечали ранее. Один из моих следующих самых классных законов, которые я люблю приводить, и очень хороший закон для понимания. Закон от количества к качеству. Когда какое-то качество, вообще в любом случае находящееся в малом количестве, начинает увеличиться, то доходит до определённого уровня количества. И это, конечно же, качество переходит в другое качество. Самый простой пример. Я думаю, все в детстве в первый класс ходили и были прописные тетрадки. И вот вы помните, мы что делали? Мы учились прописью. Мы учились писать, писать, писать. И вначале было вообще плохо, ужасно. И мы уже думали, зачем нам это всё? Потом как-то происходил плавный переход. Он не сразу же как хоп, вы там сели, одно слово написали, и у вас уже красивый почерк или там красивое понимание, как эти буквы писать. Понятное дело. Из количества к качеству происходит переход, маленький, определённый плавный переход, который нужно находить. И вообще, в большинстве случаев, мы должны постоянно работать над собой. Мы должны работать, работать, работать. Если, как говорят, и психологи, и эзотерики, и практики, и духовные, целители, и наставники, если 10 тысяч часов над чем-то работать до активного времени, то тогда мы можем стать мастером, научиться чему-то. Ну или для нашего подсознания установки более 144 раз являются как качественные, как мы принимаем его уже в подсознании. Поэтому самый важный момент, который надо понять, выбор, который дан нам душой, определённого качества, при росте количества. Обрыв в связи. И перейти в другое качество. Ну, самый простой пример. Когда, допустим, у нас есть процесс, неважно, допустим, у нас есть качество щедрых. Ну, человек у нас есть щедрая душа, всем всё раздаёт. Если, конечно же, этого будет много, то это, конечно же, превратится в расточительство. То есть, вот в этом законе нужно быть очень аккуратным. Нужно понимать, какое положительное качество перешло в отрицательное. И не набрать такого качества. Поэтому, вот я вспоминал законы жертвенности или законы помощи. У нас большинство людей слишком количественно помогают всем и одновременно сами себе помочь не можем. Как говорил один известный сатирик, мы вместе, каждый по отдельности гений, а вместе это же ужас. Поэтому, в данном случае, наше деяние, которое мы делаем, неважно, дело, бизнес, работа, наше качество, к которому мы стремимся, нам нужно наработать количество опыта, чтобы дойти к пределу. Нам простым языком нужно стать мастерами, ну, или асами, как говорят наши буквицы древние. И у нас тогда появляется, понятное дело, будут разрушительные качества появляться, свойства. Но, когда мы накопим опыт, вначале, естественно, у нас не всех будут получать те или иные знания, навыки. Но потом, рано или поздно, мы станем мастерами и мы преодолеем, мы уже будем рассказывать, как пройти этот зренный опыт, как-то бизнес построить, как-то отношения построить, и как преобразовать там негативное качество в позитивное. Естественно, понятное дело, что при этом взаимодействии всё в мире должно нести творение. И мы всегда должны сотворять. Если мы что-то не сотворяем, мы не воспроизводим, мы не создаём, мы не развиваемся таким образом. И самое важное, что в нашем жизни мы должны перейти на новый уровень. И если мы нарушаем этот закон, мы не развиваемся своей личностью, мы не развиваемся своей душой, своим телом, то в данном случае мы деградируем. Это замечательное выражение, которое в наших древних источниках сказано. Лучше выполнить свой долг, хоть и плохо, но самолично, чем чужой долг, но сверхотличный. Поэтому, естественно, нужно работать над собой в первую очередь, потому что так необходимо. И, конечно же, когда мы это понимаем, у нас появляется ещё таких пара основных законов. Это закон взаимодействия. Конечно же, взаимодействие добра и зла происходит постоянно. И зло провоцирует добро. Но добро — это созидание, это развитие, которого нет предела. А зло — это разрушение. И когда зло у нас в обществе сейчас провоцирует добро, добро вообще не должно противостоять и бороться со злом. Тогда получается добро, оно становится злом. И большинство тоже людей превратило большие проблемы. Из-за этого происходит у нас в пространстве, в обществе. Самое важное, что добро не должно высвечивать и поддерживать зло. А зло — это только лишь одно зло. Оно не заинтересовано. Оно хочет это через средства массовой информации. Если оно говорит, ну давай, ну скажи, ну выкинь негатив. В данном случае в каждом зле есть частичка добра. Чтобы зло само не самоуничтожилось, оно имеет путь в добро. Любой момент, самый важный, который мы сейчас в нашем обществе должны понять, чтобы не нарушать этот закон. Добру невыгодно самоуничтожаться за счёт этого. Добро перейдёт в зло, если мы просто-напросто будем потакать этому делу. Поэтому нам надо трансформировать зло в добро. это бесконечная любовь. Ну хотите, об этом говорили очень многие, начиная наших предков, заканчивая родомиром, Иисус Христос который. И в этом многие по сей день пишут, и ламы, и будды. Мы должны учиться нести мир и любовь этому пространству. Если мы, естественно, не научимся, по противостоянию всегда будет, всегда есть. Но на этом пути мутация добра нашего в зло или трансформация зла в добро происходят процессы такие, которые в нашем состоянии простым языком будут влиять на наше здоровье. Мы будем переживать, у нас будет определённое негодование, мы будем понимать, что мы недостаточно счастливы из-за этого, если мы выбираем тот или иной путь. Иногда вы, если вы сомневаетесь в чём-то, значит, вам это не нужно. Не нужно навязываться или включаться в то, что вас не касается, в конфликты, противоречия, сговоры, переговоры. Просто делайте своё дело. Просто делайте и живите по совести в законе, и тогда вы будете создавать самое-самое лучшее добро. Ну и одни из самых важных законов, это законы приятия и отдаяния, то есть когда мы сеем, то мы пожидаем. Если вы что-то хотите получить, нужно освободить место, ну и естественно, дать этому делу, как я уже говорил. Если вы не умеете отдавать, если вы не умеете благодарить, благо я тебе дарю, и когда вы благо пространству даёте, вы его накапливаете потом, благо принимаете. Если вы не умеете отдавать, то ничего вы не получите взамен. Самое важное, что нужно понять, нужно отдать, и тогда вы получите со сторицей. Научитесь этому закону, и он даст вам многому. Ещё также есть законы такие, как не навреди, понятное дело, что в мире всё дуально, параллельно проходит, нету ни хорошего, ни плохого, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо, всё циклично, всё рано или поздно повторяется, история повторяется, события повторяются, год повторяется, планеты двигаются, всё сверечно, всё пространство и объёмно, и нужно понять, что всё благостно и открыто к новому, закон открытости, мы должны понимать, что если мы открыты к новому, то пространство нам даст ответы на эти вопросы, и если мы не открыты, ничего нового мы не получим. У нас всегда будет восхождение, мы должны эволюционировать, и с каждым разом будут открываться всё-всё новые, 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 новые горизонты. Самое важное, мы должны находить в равновесии, мы должны находиться в балансе, мы не должны ни бежать, ни орать, ни кричать, ни гиперрадоваться, потому что мы должны быть в любви, в гармонии, в состоянии то, что мы должны всё абсолютно ощущать, контролировать, находиться в бытие, а не делании. И отсюда вытекает, естественно, этот закон завершённости, самый важный закон, который большинство тоже из нас почему-то в обществе забывают, когда мы раскидываемся словами или даём обещания, нужно учиться завершать свои слова, дела, обещания, потому что энергия силомысленно-материальная, энергия уже выделилась, она уже заякорилась, а мы, к сожалению, об этом забываем, и у нас в жизни новое не получается из-за того, что эта энергия не может двигаться дальше. мы не завершили ещё старое, поэтому обрыв связи. Обещание или выполнять обещание, желательно, конечно, лучше выполнять и осознанно, поэтому семь раз отмерь, один раз отрежь. Конечно же, это закон воображения, всегда мы должны развиваться, как же и закон творчества. Ну и такой, как говорится, закон всепрощения. Мы должны прощать, понимать и осознавать. Есть очень много производных этих законов, они у нас описаны в разных источниках, как называют 112 законов Вселенной, и сейчас я не буду их очень долго цитировать, их действительно очень много, единственное, расскажу самые такие важные, которые для нашего мира, они являются очень-очень важными, на мое усмотрение. Кто захочет, может посмотреть в интернете, в древних источниках, он есть. Один из основополагающих примеров, то, что в мире есть, все делится на твердое и пустое. Взаимодействие твердого и пустого будет пустое. Качество твердого это опора, это надежность, это конкретные люди, это то, в чем можно быть уверенными. Пустое это ненадежные люди, ненадежная информация, ненадежные источники. Сейчас очень много этого, кстати, в интернете. И когда происходит взаимодействие, происходит пустое. самый простой пример. Допустим, вы отдали ребенка учиться, и его в лагере плохо с ним вели в себя, и ребенок пишет, так, забери меня, папа, отсюда обратно. Само намерение это твердое, а адрес ребенок указал неправильный, это пустое, в итоге это письмо никогда не дойдет. Если же вы где-то у вас в окружении, в пространстве, есть люди, которые ненадежные, или хотя бы которые вас подведут, или есть хоть один элемент пустой, то все усилия в вашей жизни будут напрасны. Большинство людей об этом забывает, большинство людей перестает думать об этом. Причем второй момент, который хотелось бы донести, то, что самое важное в нашей жизни это находиться в бытие, а не в делании. Надо использовать формулу быть, делать, создать. Если мы что-то хотим создать, не нужно вначале бежать, или делать, или делать, купи-продай, или еще какие-то действия. Нужно в первую очередь понять, что я должен для этого сделать. Не нужно делать, повторять ошибок многих. Не нужно бегать суетливо, а нужно в первую очередь понять, отступить на шаг и задать ей вопрос, каким я должен стать и оставаться в бытии, наработать те качества, которые вы соответствуют тем критериям, которые вы хотите. И делание, сам процесс будет делаться легко, оно все происходит само собой. Люди, работа, отношения, уважение, призвание. Все будет происходить легко. Вы будете получать результаты, вас будут приглашать, вы будете мастером. Это будет и есть магия. Большинство людей почему это происходит тяжело. Все мы делаем, делаем, делаем. Это нарушение метода, как говорится, Паретта 80-20. Мы все пашем, работаем, и мы забываем об этом. То, что в большинстве случаев мы забываем вообще свою цель. Изначально мы, когда сами себе объясняем свою цель, мы ее можем достичь без суеты. А когда мы суетимся, очень много людей тратит энергию попусту и забывают первопричину, основу, они изначально забывают, зачем стоит, за что бороться, куда идти, какие жизненные ценности у вашей семьи и в пространстве, в обществе. Это нужно понимать. Нужно понять, что в нашей жизни все события, они иначе, так или иначе происходят. и неважно принимаемые политические или какие-то ситуации, они происходят. Другой вопрос, мы должны понять, принять это в жизнь или не принять, нужно ли нам оно или не нужно. И нужно понять, хочешь изменить мир, начни с себя. То есть, если вы хотите научиться разницей между ведущим и ведомым, это нужно изначально учиться вести других. И ваше влияние начнется с вас, распространяется дальше, как рябь на воде. Вы начинаете передавать знания, обучать других, соседей, друзей, родных, близких. И они так же, так же дальше. И так все в мире поменяется, станет лучше. Если вы не будете этого делать, не будете учить, просто не управлять свою индивидуальность, конечно же, вы не будете хозяевами в своей жизни. Естественно, вы будете всегда спорить, вы будете, а кто такой спорящий? Спорящий — это проситель, который негласно просит, аргументирует, чтобы его приняли его мнение. Поэтому спорящий — гость, он никогда не является владельцем ситуации. Ваша задача — избегать спора, не давать спорщику влечь себя. Не оставляйте соучастником глупости, каждый имеет на свое право. Не надо начинать спором, не надо создавать попут, тратить свое время. И важный момент, который из таких подзаконов нужно различать обратимое и необратимое. При этом тот, кто это умеет различать, тот будет управлять временем. И ваше пространство вас будет обучать, неважно, как вы идете. Самое главное, нужно понять свое предназначение. Каждый, который поймет свое предназначение, свой путь, это самый главный учитель, который есть в нас. Наше понимание процесса, которые есть вокруг вот этих законов, которые я сейчас говорю, это есть высшее знание. Это то, что управляет миром. Это нету, вы должны понять, что кто-то делает это хорошо, кто-то делает это плохо, но при этом все управляют всем. Ребенок управляет родителями, работник управляет хозяином. И в данном случае, если вас что-то просят сделать, а ответного шага пространство само делать не хочет, запомните, вас не просят, вас заставляют это делать. Поэтому не нужно жаловаться, не надо бояться, не нужно просить, унижаться. Нужно понять, что все происходит сейчас, и вы в любой момент можете сказать нет. И в любой момент вы можете поменять все с пять жизни. И незнание этих закон не освобождает вас от ответственности. Поэтому стараться, конечно же, нужно подлинно быть заинтересованным самим себе и научиться самоотверженно развивать себя, свои цели, свои стремления. И тогда мы познаем свои сокровенные глубины, мы сможем распознать глубины у других людей. и когда мы себя слышим, тогда мы можем услышать других и помочь другим. Если вы не можете помочь себе, вот мне очень нравится этот пример, когда в самолете вы летите, там вам скажут, на кого первого одевать жилет, в первую очередь на себя, что если вы будете одевать на ребенка, вы утонете ребенок. Поэтому это очень важный аспект для понимания спасения. Может быть, никогда не надо торопиться, нужно просто иногда погрузиться и понять. Я вот такое, как маленький итог хочу сказать. Постарайтесь эти законы перепрожить и как игру воспримите. Постарайтесь смотреть в обществе, в пространстве, в быту, кто нарушает эти законы, как вы их принимаете. Если вы будете как мудрый руководитель не формировать события, четко заданы вашим умом с вашим высшим образованием или каким-то любым другим образованием, вы просто позволяете развернуться процессу так, как он идет, события, не надо никому ничего не отставить, пусть оно происходит. И когда вы не будете ждать слишком много силы, конечно же, силы действия равняется силе противодействия, а просто принимать то, как есть. Когда сама ситуация сама собой предоставлена, она сама решится, и проблемы решатся. и ситуация решатся. Просто нужно понять, что мы получаем все то, что хотим. И как вот такое завершение, старайтесь, было бы даже хорошо, если бы была обратная связь, и потом кто-то делился своими откровениями и говорил, вот это я там нарушаю, не нарушаю, вот это было бы лучше или хуже. Возможно, даже для Слоянского радио это был бы новый цикл, как улучшить наше пространство и общество, передач, какие законы, как пространство наше можно изменить благодаря знаниям и пониманиям этих законов. Это вот то, что я хотел донести. Хорошо, хорошо донёс. Давай я сейчас предлагаю следующий формат. Мы поставим музыкальную паузу, и после этого перейдём к вопросам, которые получили в чате Народного Славянского радио. Как тебе такой вариант? Хорошо, великолепно. Ну, тогда сейчас немножечко передохнём и с новыми силами вступим к ответам, приступим к ответам, которые в чате Народного Славянского радио уже здесь поступали, я думаю, что ещё будут поступать. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, продолжаем разговор и переходим к уже вопросам. Вторая часть у нас будет. Вопросы, которые поступили в чате Народного Славянского радио. Первый вопрос. Да, напомню, что мы сегодня говорим с Александром Жарковым про законы, по которым живёт Вселенная. 31 января 2017 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных 11-й день месяца в Югусту же 7525 лета неделя. Итак, первый вопрос в эфир от Олега из Иркутска поступил. Доброго здравия, Александр. Вселенский закон, не нарушая свободы, воли и выбора, знают много людей ведического мировоззрения. А какие ещё основные вселенские законы ты можешь озвучить для повседневного применения и гармоничного сосуществования с миром? И как космические вибрации и то, что происходит в далёком космосе, влияет на настроение людей в мире яви? Объясни особенности и природу этого явления. Поведай это со своей стороны. Благодарю. Олег из Иркутска. Да, я отвечу. Благодарю, Олег, за замечательный вопрос. Скажу так или поведаю, что законы я уже озвучивал. Единственное, наши законы — закон развития и закон цикличности. Мы знаем, что у нас сейчас ночь Сварага закончилась, начинается день Сварага, и на космическом уровне мы двигаемся ближе к центральному солнышку, и автоматически мы приходят светлое время, приходят высокие энергии. Кто знает, происходят фотонные лучи, учёные доказывают, сейчас повышается уровень элемента атома водорода на 4% изменился, легче стали мы и физические тела, и все структуры. Поэтому космические вибрации однозначно влияют на людей в мире яви, и природа — это явление, когда мы за такой космический период, когда наша галактика вращается в рамках Вселенной, она повторяет свой цикл, который был когда-то у наших предков. Поэтому тут чисто закон цикличности работает, в том числе, если мы говорим, какие основные космические процессы происходят, конечно же, закон взаимодействия. У каждого человека есть чакры, есть земные, космические, кто там знает по индусской системе их семь, по лаянских девять, сразу говорю, по гидических источниках, как человек, который занимается энергопрактиками, как человек, который видящий. Сейчас у нас базовых у человека 47 чакр рабочих, еще есть мелкие периферийные, 22 главных, и есть космические чакры, включились, дети вига сейчас приходят, их очень много, которые владеют, понимают, знают всякие взаимодействия с пространством, с материальным, с нематериальным миром общаются. Поэтому в данном случае, поскольку каждая чакра связана между собой, или у нас своя цичарами называли, то эти чары в том числе связаны и с планетами Солнечной системы. Конечно же, планеты ежесекундно влияют на нас, дают нам энергию из астрологического понимания. И поэтому, когда мы двигаемся во Вселенной, нам получается больше энергии. Соответственно, люди легче себя чувствуют, более здоровее, у кого-то трансформация, ну, для кого-то момент тьмы наступает, как говорится, для одних, момент света для других. Вот. Поэтому я искренне надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Хорошо. Я могу дополнить. Да, хорошо, потому что здесь появляются уточнения, некоторые, но раз есть уточнения, значит, должны быть вопросы. Друзья, не стесняйтесь, вопросы задавайте. Следующий вопрос поступил от Данила. Здравия со ведущим. Александр, по вашему мнению, существует ли закон подлости. Хорошее начало. То есть, подобие закона Бутерброда или закона Мерфи. Шутливый философский принцип, который формируется следующим образом. Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, то она обязательно произойдет. Или это несчастный случай закона кармы. Благодарю за ответ. Благодарю Данилу. Замечательно, что вы имеете чувство юмора. В космическом понимании юмор и вообще в земном понимании это процесс, который изглаживает и накапливает энергетику на всех уровнях. Плюс это приятный процесс. Поэтому в данном случае, поскольку у нас существует закон дуальности, все в мире дуально, то закон Мерфи, закон бутерброда, это просто лишь один из аспектов закона совести или закона выбора. Человек может принимать, что это произойдет, или этого может не произойти. Если вы принимаете, что это произойдет, а сейчас мы, кстати, происходим, кто знает, мы в третьей плотности, переходим в пятое измерение, потому что об этом слышал, читал рекламный переход, то в четвертом измерении все мысли наши в мир, в котором космические явления происходят гораздо быстрее, сила мысли на нас влияет. Если вы будете думать, что закон подлости или закон бутерброда произойдет, то это произойдет очень быстро. У многих материализируются желания, как хорошие, так и пластинки, поэтому будьте осторожными с вашими желаниями, они могут сбыться. А поскольку, кстати, мысли являются одним из аспектов кармы, то если вы думаете негативные мысли, даже их не озвучиваете, то оно все протоколируется в хрониках Акаши, и потом сами себя будете судить, что вы сделали или нет. Поэтому прям таким словом закон подлости может, я не знаю, на другом плане и существует, но он не так называется. Но я его называю, это просто один из подразделений закона дуальности и закона свободы выбора. Надеюсь, я ответил. Ну что ж, если не ответил, то Данила задаст вопрос, поправит тебя или что-то уточнит, что он имел в виду. Дальше вопрос, эфир от Вингтора. Доброго здравия, Алексей и Александр. Мой вопрос не вселенского масштаба, а так сказать, слегка приземлен. Наблюдая вокруг в немалых количествах невежества и злоупотребления алкоголем, непременно возникает желание повлиять на данных жителей через вселенский разум. Вопрос, как это сделать? Благодарю за ответ. Замечательно. Благодарю еще раз Тор за то, что такой неординарный вопрос задали. Что касается законов, там уже подразумевался ответ. Это закон развития, это закон эволюции. То есть, если вы используете свое сознание на 5%, то, конечно же, вы можете повлиять на 5-4 человека в вашем окружении, а не на 7,5 миллиардов населения планеты. Конечно же, если вы будете развивать свои способности, понимать, то ваши силы мыслей, вы знаете, было очень много пророков, Будда, Майтрея, Кришна, Христос, Перун, Сварох, у которых огромное количество было биополя, и они, только находясь в этом пространстве у людей, осознание было, включалось, вы работаете над собой и своим примером показываете всем и каждому, чтобы это произошло. Ну а для того, чтобы вселенский разум, он постоянно для нас существует, приходит, помогает, и вы просто-напросто запрашиваете, просите и дадут вам, стучите и откроют. Каждый день что у вас высшие силы, ангелы, род ваш помогал, давал ваши личные знания, наработки, открывал ваши способности, и правильно занимайтесь физикой, духовностью, энергетическими практиками, помогайте обществу, развивайтесь, реализуйтесь как личность, продолжайте род, реализуйте, родите детей, воспитайте их. Я думаю, тогда вы повлияете на целый народ, когда вы создадите целую нацию. Работайте в первую очередь над собой, а все остальное вселенский разум продумывает планы, как сделать так, чтобы гармоничнее все для всех было. А те люди, которые выбрали злоупотреблять алкоголем, они сами себя разрушают, тело, телеса, и это их нежизненный выбор, не нужно их оставлять. Если кто-то захочет осознаться, понять, что он делает ошибку, вы имеете право передать, помочь, знания, навыки, это их личный выбор. Ни в коем случае не надо никого ограничивать в их выборе, какой бы он ни был плохой или тяжелый. Поехали дальше. Хорошо, такое уточнение по этому вопросу. А если вдруг по каким-то причинам дяденьки, которых выбор ты не ограничивал, они очень сильно укушались этого гадкого пойла, и потом стали, например, орать под твоими окнами в два часа ночи песни, страшными языками укушавшимися, стали бросать бутылки, например, в твои стекла или куда-то там еще, стали кого-то там материть, приставать к кому-то, ну, или что-нибудь еще такое очень интересное делать. Что в этом случае ты предлагаешь предпринять? Замечательный вопрос. Я расскажу древнюю притчу, которую неоднократно показывала, она работает. Когда провели чемпионат мира по восточному единоборству, вышел первый мастер, все начали кидать в него камнями. И он двигался настолько быстро, что в него не попали ни один камень. Вышел второй мастер, и все начали кидать в него камнями. Он двигался настолько быстро, что ни один камень до него не залетел. И вышел третий мастер. Никто не захотел в него кинуть камни. Вопрос, кто лучший мастер? Поэтому, если вы создали, значит, вы либо притянули какую-то кармическую ситуацию с прошлого, либо вы позвали всех их жертвы. А если вы человек сознательный, может, вы не жили бы в таком низковибрационном районе, повысили бы уровень сознания и построили бы общину, общество, в котором никто бы бутылками не кидал. А значит, вы создаете такую чистоту, в котором вы позволяете это сделать. А либо вы создали бы в пространстве намерение, объединились бы с жильцами, объединились бы коллективная энергия, или вот я вижу, там кто-то отписался по поводу Левошова, чуть позже отвечу. Так, псиразум, как говорится, или псиполе, при котором вы банально возьмете и объединитесь, и у вас будет такая вибрация в доме, что никто бутылками не кидал. Или не захочет кидал. Или просто подумаешь, что там такие живущиеся всем в доме выйдут, и после этого перестанет хотеться. Никто не говорит, что у древних наших предков паразитов не было. Но нужно понимать, что начните с себя, начните с чистости пространства, подумайте о том, почему это произошло, а уже потом думайте бить кого-то или не бить, бежать или не бежать. Или вот сразу же отвечаю второй притчей, когда если я там одну притчу назвал, то я это вторую притчу назвал, когда идут монахи и говорят вот я вчера там видел драку, я заступился, ну ничего, пришлось подраться, но помог человеку. Другой говорит, Сэш тоже был, ходил, видел, действительно, драку, заступился, ну силой слова увидел. А третья монаха говорит, слушайте, а где вы ходите? Я сколько хожу, я никаких драк не вижу. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Ну давай так подведём итог, то есть надо так всё-таки точку поставить, чтобы она закрепилась, то есть если вдруг по каким-то причинам кто-то безобразничает в вашем районе под вашими окнами, то в этом случае по твоей точке зрения это заслуженная вами карма, которую необходимо отработать. Вот вопрос. Если вы здесь оказались, если эта карма на вас наложена, вами же самими, то есть вселенским разумом, которому вы причастны там и здесь, в этом случае как её, уточни, пожалуйста, отрабатывать здесь? Ну это закон причины следственной связи, нужно подумать, что вы создали, выбрали общество, проголосовали за то, чтобы алкоголь продавался и передавался. Нужно задумываться, нужно думать всем и каждому, нести ответственность за свои деяния, слова и поступки и потом ходить, убеждать и потом менять, трансформировать одно в другое. За один день, понятное дело, все сразу не перестанут бросать пить, всё остальное. Но начинать с малого, начинать с дома, потом с района, профилактические беседы вести и оно трансформируется. В данном случае, когда уже произошёл прецедент, вам кидают бутылки, максимум по закону иерархии вы можете позвонить в высшие стоящие инстанции по иерархии. И они должны уже принимать меры. Вот и всё. Несколько законов, комбинирующих. Хорошо, идём дальше. Вопрос в эфир от Антона. Крепкого здравия, Александр. Вижу, когда нужна помощь, помогаю от души и чистого сердца, но не всем подряд. Вижу со стороны многих непонимание этого, хотя в свою сторону были бы рады, ведь я не беру платы за свою помощь, но коли дадут, что-то беру. Так вот вопрос. Как часто тебе попадаются непонимающие люди? Знаете, есть такое замечательное правило. Мастер, он сам определяет пространстве и ситуации, которые должны с ним произойти. Он сам выбирает, нужно ли это ему или не нужно. В том числе, если вы кому-то пытаетесь помочь, в первую очередь себе помогите. К вам сами будут приходить те люди, которые требуют помощи. А если человек не требует помощи, как я говорил ранее, не нужно этого делать, вы создаете негативную карму. Если кто-то вас хочет отблагодарить, конечно же, благости вам вы имеете право, это закон энергообмен. Но в данном случае понимание, вы сами их притягиваете, закон притяжения. Вот и задумайтесь, зачем вам люди, если вы сомневаетесь, заговорите, почему я притягиваю таких людей. Вы, значит, где-то боитесь, либо у вас в подсознании, что вас не понимают. Значит, вы сами себя не понимаете. Как только вы сами себя понимаете, сами в себе разберётесь, будете притягивать людей, которые по закону зеркала, отражения, будут те люди, которые вас понимают. Всё просто. Надеюсь, я ответил, Антон. Хорошо. Виктор Леонидович такое небольшое уточнение даёт в эфир. Люди понимали, ну, про мастера когда-то рассказывал причём. Люди поняли, что кидать камни бесполезно, всё равно не попадут. В третьего не кидали, потому что было два первых, которые показали, что кидать камнями без толку. Великолепно. Ну, есть такое понимание, как квантовая физика, и наше тело состоит из квантов, и есть низкочастотный вибрационный диапазон, это уровень кислотности нашего организма, и высокочастотный вибрационный диапазон. Так вот, люди, которые занимаются тибетские ламы, монахи, они в состоянии резонанса, когда подключают людей, и их состояние выходило за пределы состояния вибрации мозга, чистоты, тета. и когда это состояние было, менялись растения и все остальное, и я думаю, когда вы войдете в это состояние, то вы просто по частоте не будете приходить. Это как радио, мы сейчас на одной частоте, а кто-то параллельно слушает шансон, кто-то параллельно в другой частоте. И просто-напросто вы, значит, находитесь в этой частоте, значит, у вас есть это, значит, вам нужно сесть, проанализировать, что у вас есть эта вибрация, что вас кидают бутылками, кидают камнями и все остальное. Нужно на собой работать, нужно анализировать это. Тогда и эти люди, и пространство, им будет некомфортно. Вы будете создавать такую энергетическую вибрацию, что эти люди будут просто уходить от вас и забывать. А если у вас энергия страха есть, которая притягивает как у животных инстинктов на ферменты, конечно же, на вас будут кидаться. Поэтому анализируйте, думайте, в первую очередь, над собой. И думайте, как пространство поменять в окружении своем, создать безопасность, защиту своего близкого окружения, своего рода и своего близлежащего народа, который есть на вашей территории. А после этого уже вы создаете дорожный, там ДНД создайте, там ОСББ какое-то. Эти вопросы, они регулируются. Есть целые кварталы, которые регулируются. Пожалуйста. Почему-то у нас кидают бутылками, а вот там в Швейцарии не кидают бутылками. Значит, они как-то до этого достигли. То есть, это же возможно. Хорошо. Хорошо. Итак, идем дальше. Идем дальше. Эдгар, вопрос в эфир. Александр, если нашу расу не изведут до полного отсутствия, что будет по вселенскому закону далее и что будет с Мидгард-Землей? Благодарю. Да. Эдгар, отвечая на вопрос, ну, сейчас, после квантового перехода хорошие новости, Земля перешла по разным источникам, по точку невозврата, то есть, деструктивного сценария более не будет, такого ее уже не изведут. То есть, там будут какие-то потуги, но деструктивные силы максимально сворачиваются, вам еще это не проявлено в явном мире достаточно. На тонком плане люди видящие, они понимают, что деструктивные сути, их программы, инграммы различные уходят. И в данном случае выбор абсолютной высших сил по закону Всевышнему для развития эта планета будет идти в конструктив. Я сейчас не хочу уподобаться, что будет с населением, которое будет находиться в третьем измерении, не перейдет в пятое. Это целый отдельный эфир для размышления по поводу будет ли переселение, не переселение, перейдут в измерение или не перейдут. Просто скажу так, что живите, развивайтесь и мысленно старайтесь идти в свет. Тогда вы создадите лучшее общество и нашу планету ни в коем случае не изведут. Работайте над собой в первую очередь, если вы хотите достичь уровня просветления и не переживайте, планета сама о себе позаботится и высшие силы тоже заинтересованы. Есть замечательный пример, у каждой планеты есть система очищения, там торнадо всякие, и она очень хорошо работает. Если планете надо будет, она сама может очиститься и поверьте, на других планетах такое происходило во Вселенной несколько раз. сейчас я вообще говорю. Поэтому можете не переживать за планету, с ней всё будет хорошо. Надеюсь, ответил это. Да, здесь, наверное, надо тоже понимать, что многое зависит от каждого из нас. Конечно. Если мы просто говорим, а вот что же будет дальше, так вопрос, а почему мы это в мыслях допускаем и почему мы потворствуем тому, что это может произойти. Давайте наоборот задумываться над собой, а как этого не допустить, что необходимо сделать самому себе, своему окружению, этому миру, своей державе, например, для того, чтобы этого не произошло. Потому что нас очень часто начинают как-то стянать, а вот плохо, нас изводят, а вы-то сами что делаете? Почему вы допускаете, чтобы вас изводили? Ну вот и всё. И тогда, как от слабого элемента по всем законам природы, природа будет просто избавляться, потому что слабый элемент, он начинает быть сосальщиком энергии, а не тем, кто эту энергию реорганизует для какого-то интересного процесса производства чего-либо. То есть вы перестаёте быть творцом, а нахлебники здесь не нужны. Идём дальше. Вопрос эфира Тулика Владимира. Здравия со ведущим. Александр, веришь ли ты в сегодняшние так называемые «выборы» в кавычках, когда в этот процесс вовлечены все пороки человечества, подкуп, карусели, вброс бюллетеней и так далее, может вернуться к своим истокам и выбирать по закону копного права? Да, благодарю за замечательный вопрос. Сразу скажу ответ на вопрос правильный, лаконичный, что в своё время Сталин сказал замечательную фразу, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. И тот, кто считает, контролирует и управляет всеми процессами, тем более, между кем и кем выбирать. Это раз. Второе, правильно, в копном праве было принцип единогласия и уровень голоса имел тот, который имел право, имел чин, имел уважение. Если у нас голос имеет студент, который не имеет ни семьи, ни бизнеса, ни детей не родил и не знает вообще, как построить себя и реализоваться, и он имеет голос, который можно купить, также пенсионер, также, и там пенсионер, возможно, извиняюсь, не хочу никого обидеть, он может там, уже у него старческий маразм, который должен был в своё время на попечительстве урода, и он лишался права голоса, не говоря уже о том, что голос передавался, мы сейчас не будем говорить о равноправии мужчин и женщин, мы просто говорим о делегировании голоса представителю сильного пола, тот, кто считался главой семьи, в этом мало быть и женщины. Поэтому в данном случае те люди, которые компетентны, те, которые заинтересованы в представлении и интересах страны, они были, и это естественно, я скажу так, это правильная необходимость в рамках установленной реальности нашего пространства, копное право, оно в той или иной форме будет вернётся. Я скажу, в будущем будет замечательный закон, я искренне надеюсь, что это скоро произойдёт, когда общество, финансовые активы будут определяться тем, сколько человек добра сделал, и каждый человек будет богато определять, он будет хотеть дать тому человеку те финансовые активы, которые человек заслужил. И тот человек, которого будет больше актива, значит, он сделал больше добра. Это будет такое мерило. Ну, когда мы выйдем все с сознанием, я надеюсь на это. Поэтому, что касается подкупа, карусели, броса бюллетеней, и всё остальное, ну, вы же сами согласились на это. Я не буду там рассказывать очень долго по поводу этого, я думаю, все, кто захочет об этом прочитает очень много, вам дают выбор без выбора, как говорится. Поэтому, кто захочет, много об этом почитает, про существование ещё Советского Союза на нашем постсоветском пространстве, и не только. То есть, самое простое, в гугле напишите «Окно Авертона», и многие узнают про теории, которые позволяют делать все подобные возможные варианты. Поэтому, я надеюсь, искренне я ответил на этот вопрос, «Скопное право», «Я за», или более-менее здравомыслящие те формы, которые проходят для осознанного общества. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Есть выражение, Вселенная — это мысль Бога. Отсюда, какие мысли, наставления, высшие вселенские силы хотят донести человеку в начале эпохи Волка? Благодарю. Великолепный вопрос, Олег, «Благодарю». В первую очередь, тут не мысли. Вселенное пространство уже и ченнелинги, и там круги на полях рисуют, и передают знания, только правительство скрывает. И от технологий, и от планетян, и от того угодно. Естественно, это всё скрывается очень профессионально. Тут вопрос не в этом. Мысли, которые мы живём, это инерция наших мыслей. Наше сознание давно уже перешло выше, но мы просто ещё по привычке. Это, знаете, как вот шарик мы толкнули, а он ещё катится. То есть он уже затормаживает приблизительно, но он катится. Кто-то проснулся, кто-то перестал вредные привычки, а кто-то ещё продолжает. Поэтому какие мысли? Ну, в первую очередь, эпоха Волка — это эра Велеса, это эра, когда мы должны двигаться вместе. То есть это коллективное сознание, это переход четвёртое-пятое измерение, это коллективное, когда мы должны думать не каждый сам о себе, а думать о том, что ресурсы планеты, они ограничены, о том, что каждый ресурс может помочь другому самореализоваться и раскрыть наилучшие качества. И таким образом человек сможет достичь более высокого эволюции. Если захотите по поводу этого, рекомендую в интернете прочитать такого замечательного изобретателя Жека Фреско и его проекта «Венера». Очень много замечательных проектов, великолепно рассказывает. Тоже, надеюсь, искренне ответил Олег. Вопрос в эфир от Владимира из Матищ. Александр, в чьей пищевой цепочке находится человек? Ответ простой — в пищевой цепочке человека. Это отдельная вещь, которая есть. И мы сейчас не говорим о… Это тоже многомерный вопрос, смотря с какой стороны смотреть, поскольку у нас закон дуальный присуществует. С точки зрения человека осознанного с уровня сознания, то есть люди, которые имеют сознание низковибрационного параметра, а есть люди, которые имеют ответственность за свои слова и деяния, то тогда это уже высоко вибрационный уровень. То есть можно и человека благодаря животным инстинктам приравнять к животному. но есть такая шкала Хокингса, в своё время определили, то есть это уровень карты сознания. Кто захочет, потому что в интернете почитает замечательный учёный, он тоже описал уровень оценки нашего сознания. То есть сами уже классифицируйте, ну если с биологической точки зрения, то это делите. Поехали дальше. Я немножко не уверен, что ты понял вопроса. Я так понял, Владимир Измытич задает вопрос следующим. Есть цепочка пищевая разных животных? мясоед или не мясоед? Нет, нет, нет. Например, трава входит в пищевую цепочку зайца, зайца её ест или других травоядных. Сами травоядные входят в цепочку поедания волками, например, и другими хищниками. Вот. Трава, там сама ещё что-то другое употребляет, из земли берёт, солнышком питается. Ну я понял. Человек в этом случае чьей пищей является? Ну, изначально мы были представителями, мы питались светом, праной. У нас есть 72 тысячи пранических каналов, которые заблокированы, и мы пытаемся через воздух, и в пище она есть. Человек, он изначально плодоядное. То есть мы должны питаться плодами, растениями, ни в коем случае не с животными. Животная пища это нефтевибрационная, которая там разлагает, которая разрушает. Ну, об этом рассказывает очень много учёных, не хотелось бы превращать нашу сегодняшнюю встречу. но там накапливается эфир, и в этом эфире позволяет, во-первых, эволюционировать животным, точнее, растениям, которые помогают потом переходить на более высокий уровень человеку. И они, в том числе, когда мы с их формами благодарим растения за то, что они были, за то, что они эволюционировали. И таким образом, поскольку наше пространство многомерно, в прошлом будущем и настоящем происходят те или иные процессы, мы одновременно находимся и позволяем эволюционировать нашим растениям. Как доказательство тому, мне очень нравится сейчас, кто мониторит современную науку, по всему миру находят сейчас, вот буквально последних уже 5 лет, новые растения, новые животные, какие-то ископаемые. То есть там последние 100 лет ничего не находили, или там 10 тысяч лет не находили, а тут бац, опять начали появляться. Это благодаря эволюции, благодаря клантовому переходу, благодаря поэтому мы плодоядные. Опять же не уверен, что ты понял вопрос. Никого ест человек, а кто ест человека, в чьей цепочке пищевой находится человек? Так задал вопрос Владимир из Матищи. Кто ест человека? Да, смотри, в чьей пищевой цепочке находится трава? Трава находится в цепочке травоядных, в чьей пищевой цепочке находится травоядная, хищника, в чьей цепочке пищевой находится человек? Вот так звучал вопрос Владимир развитищик. В цепочке человека разумного. Нет, даже неправильно. В цепочке человека потенциально разумного. Вот ответ. То есть потенциально разумный человек ест другого человека? Ну мы, люди не едят людей, но мы взаимодействуем на уровне энергетики. Поэтому потенциально разумный человек, он взаимодействует с другими потенциально разумными человеками. Поскольку мы обмениваемся энергией на уровне полевой структуры или так называемых аур, то это можно назвать, что мы являемся цепочкой потенциально разумных людей. Мы взаимодействуем на полевых уровнях. То есть от физиологического поедания, ты уходишь. То есть нет тех, кто мог бы съесть человека на земле. Нет, нету. Всё. Теперь вопрос понятен. Вернее, ответ понятен. Вопрос дальше в эфир от Велимира. Здравия, Александр. Первое. Кого ты считаешь своим правителем? Что называешь государством? Что страной? Это первый вопрос. Благодарю, Велимир. Нет правителей, государства от слова господин и господство. Есть народ и страна, единая страна. Я обобщаю славянский мир. Кто-то раньше называл тартарией, кто-то растений, кто-то ещё чем-то. Я называю это общее пространство. Не важно, как оно называется. В принципе, самое важное это край родной. Это родина так называется. Это, кстати, коренное название на шипу после того, как её там уже Мельгард называли, это моё остальное название. Вот. Это, что касается страной и государства. Надеюсь, я ответил. Народ. В первую очередь, мой правитель. И совесть. Понятно. Второй вопрос. Ты говоришь, будто сами выбрали правительство. А так ли это на самом деле? На сто процентов. Потому что мы согласились в том, что нужно существовать банком, нужно пить лекарства, нужно принимать... Ещё раз говорю, окно Абертона, почитайте заговоры правительства. Мы же согласились, что нам навязывают, за наши же деньги проводят войны, за наши же деньги нас прививают в школу, за наши же деньги нам школьные программы вырезают, известные комики. Нам же это всё навязывают. Благодаря нас же мы сами согласились. Мы сами согласились пойти в школу и наших детей отдавать. И мы сами согласились кушать продукты в магазинах. Для тех, кто не знает, для эфира Славянского радио, повторяю, магазин. Был такой магазин, который торговал непонятно чем, то есть неживыми и мёртвыми продуктами. И мы раньше ходили в лавку, где были продукты питания живые. которые были фрукты, овощи. А сейчас мы, к сожалению, позабыли язык и всё остальное. Поэтому в данном случае естественно мы это выбрали. Конечно же, да, нам навязали с мира дуальности посмотреть, но мы на это согласились. Согласились через революцию, согласились через крещение, согласились, в это поверили, потому что были наивными в какой-то момент, потому что думали, что нас ведут к правильному. Каждый не хотел думать индивидуально, думал, что коллективно мы всё справимся. На самом деле коллективизм ничему хорошему нас не привёл. Вот. Вот ты там много что сказал по поводу того, что нам это и это. Вот в России сейчас очень активно разворачивается такое противодействие, это, наверное, так можно сказать, уже на уровне подачи в прокуратуру заявлений по поводу нашумёвшего фильма «Викинг», на который в России было срачено 1 миллиард 250 миллионов рублей государственных. Я, к сожалению, не знаю этот фильм, к сожалению. Его и хорошо, что ты его не знаешь, но суть в том, что просто сумма такая 1 миллиард 250 миллионов. Это суммы очень большие. На эти суммы можно было построить и провести или провести очень много, ну, построить очень много полезного и провести очень много значимых для страны программ. Но эти деньги были в течение 7 лет, 7 лет снимался этот фильм, потрачены на то, чтобы создать искажённую версию по искажённому представлению Онестора о том, как и что происходило на Руси до прихода Владимира Крестителя и как это вообще весь процесс затевался. Называется этот фильм «Викинг». Вот, да, и поэтому вот когда люди посмотрели его, многие, большинство людей, которые, даже не многие, а большинство людей, которые его посмотрели, они однозначно сказали, что это пошлятина, что это искажение нашей древности, это совершенно не наша история, это варианты, так сказать, на что-то историческое, художественный вымысел, но при этом все организаторы, как один, когда пиарили этот фильм, они заявляли, что этот фильм не просто художественный, это целиком исторический, чуть ли не документальный фильм, где всё точно выверено, где все рукописи были просмотрены, но потом, когда уже стали недовольны возгласы появляться, сказали, ну это же художественный фильм, ну что вы хотите, ну подумаешь, что-то, но вот эта вот деза, которая была сделана, показания наших предков как каких-то свиней подзаборных, она уже произошла, и произошла за наши же деньги, а Россия это часть всего славянского мира, то есть, скажем так, в России одной из самых крупных славянских держав на сегодняшний момент была проведена деза против предков всех наших славян, всех славян, не только в России, но и в Украине, поскольку действия происходят как раз под Киевом и дальше там от Киева расходятся вплоть до Византии, и там и Белоруссия затрагивается, естественно, Россия костно каким-то образом здесь принадлежит, и мало того, что вот эту всю пошлятину, этот вымысел и наветы сейчас уже закупили, договора вернее по эксклюзивному прокату заключили 60 различных прокатчиков из 60 различных стран, и теперь у нас, о славянах будут судить вот по этой пошлости, по этой гадости о том, какие мы были свиньи безродные, как мы в грязи валялись, как мы здесь друг друга резали, в крови там какие-то обряды якобы языческие кровавые приводили и так далее и тому подобное, и вот это всё подаётся широких экранов и скоро это будет выходить, если её уже не выходит, по всему миру. Так что вот так. Есть такое выражение замечательное, вместе мы едины, мы непобедимы. Древняя славянская, его потом уже через Гевара переделывается используется и используется по всему миру на всех футболках. Ну так отчёж вы не взяли список людей, которые создали этот фильм, потом сделали петицию, подписали бы бойкот и окружили бы и сказали, забирайте этот фильм. Каждый же заработал, и всем это выгодно. И если бы люди были против тех людей, которые это сделали, которые спогадили историю, по заказу тех людей, которые это сделали, автоматически это просто показывают о том, что сейчас, опять же, по тому же закону Авертона, сейчас этот фильм кто-то пошумел, а потом через поколение скажут, так это вот этот исторический фильм, а там об этом уже все и забыли, кто там шумел или не шумел. И потом в школах ещё показывают, я говорю, ну так всегда, ну так и было. Да, всё правильно, мало того, сейчас уже планируется, там же было снято больше на многое, чем в кинотеатрах показали, там планируется уже делать сериалы по этому фильму и показывать на центральных каналах России, а если это будет показано на центральных каналах России, я думаю, что враги всего славянского с радостью переведут на другие славянские языки, не только славянские, с радостью будут показывать в других странах. Так что здесь всё, вот как раз ты говоришь вот эти вещи, которые, я так предполагаю, что они и будут производиться, если сейчас мы не подпишем те самые петиции и не поддержим тех людей, которые уже сейчас обращаются в суд, обращаются в прокуратуру и требуют как минимум запретить прокат этого фильма, потому что страдает психика людей, ну там постоянная кровь, постоянное убийство, то есть понимаешь, вопрос, он очень такой глубинный, классный, на самом деле его задали ребята, я очень признателен, всем и каждому, и на самом деле мы сейчас все прекрасно здравомыслящие люди понимаем, кто конечный заказчик этого всего дела, но тут дело не в этом, тут надо воевать с механизмом, который сам знает, и у него людей, ресурсов много, это неправильно, и в этой войне без любви тут не получится, надо просто с личностями говорить, надо просто брать актера и говорить, ты согласен с тем, что ты не викинг, ты такой-то, когда, образно говоря, отловить 300 актеров, 40 костюмеров и 50 сценаристов, режиссеров, из каждого маленьких ютуб-ролика, потом выложить в интернете всю правду и перевести на все языки, а у нас люди, я думаю, быстренько могут обосновать интернет, и не надо это объяснять, по всему миру на всех языках будет, люди посмотрят реальную картинку, потому что у всех людей все-таки есть сознание, не, но те, которые пойдут в кинотеатр, скажут, так оно и было, да и какая нам разница, что там варвары или не варвары, понятное дело, это уровень людей, которые идут и пьют алкоголь, и вообще ничего, не нужно доказывать, не нужно доказывать людям, если их мнение отличится от твоих, ты просто делай свое дело, если их сознание еще затуманено, они не проснулись, но это их право, потом у них включается инстинкт самосохранения, очищения, болезни, онкология, даже организм он умный, если ты создаешь вибрации негативные, включается процесс очищения от парадита, у человека болеет и умирает, это все, поэтому просто надо позволить самоочищаться этому пространству, и да, естественно, наши предки отселяли таких людей, из городов выгоняли, и тех, которые пили, курили, или бронились, или непонятно с какими-то делами занимались, их выгоняли, почему же вы не напишите петицию лишить людей гражданства, просто написать, вот даете гражданство тем, другим, пятым, десятым, просто напишите, скажите, а мы против. ну вот как раз, вот как раз то, что ты сказал, конечно, никто никого там отлавливать не собирается, потому что здесь могут понять, что ты призываешь заняться отловом и жестким разговором перед камерой, нет, здесь, я думаю, что это не совсем интересно. Я просто призываю, чтобы каждый человек по совести поступил, просто прийти и сказать там человеку, который снимался на камеру, а что ты думаешь, вот ты там в массовке 315-й викинг, просто что ты думаешь, и таких вот тысяч человек плавить, просто чтобы люди альтернативное мнение увидели. Я не призываю сейчас к революции, никогда ни к чему революции не приводили, потому что революции, они все заказные, и они управляются теми, у кого есть деньги, которые придумали это все дело. Ну, так я просто хотел закончить. Все говоришь ты правильно, только уже были у нас такие съемки, когда люди, снимавшиеся викинги, они с очень большой радостью заявляли о том, что наконец-то удалось им в столь масштабном проекте поучаствовать, и они показали, как вот из этой гадости наши предки вылезали, становились великими людьми. Вот, по поводу, я все-таки закончу мысль, есть такой принцип, о котором ты говорил, закон, переход количества в качество. Так вот, если подают, например, в прокуратуру заявление о признании этого фильма экстремистским, то есть разрушающего устои общества и державности нашей страны, то в этом случае здесь прокуратура и суды следят, все-таки держат нос по ветру, следят за тем, какое количество людей подают эти заявки. если подают всего там 20-30 человек с какой-то губерния или там 150 человек со всей страны, это одно. Если, например, 150 тысяч подают такие заявки, это уже совсем другой вариант. А если, например, уже полтора миллиона подадут такие заявки, то я думаю, на первом канале или каких-то других каналах появится, ну, я предполагаю, на первом, появится программа, в котором люди придут и будут что-то пытаться рассказать, объяснить. А вообще, вот если я так общаюсь с людьми из-за границы, из Германии, например, из Франции, где почитают своих предков, и я как-то задал вопрос, а вот что бы произошло у вас, в вашей стране, если бы кто-то вот так, в открытую, на государственные деньги, на деньги налогоплательщиков, заснял бы там на полтора миллиарда евро, там, условно, такой фильм, который бы порочил память предков. И мне сказали, да вы что, его бы сразу, тут такое бы поднялось. Тут бы сразу петиции во всей станции от половины страны было написано, их бы к ответу, и там бы очень нехилые были последствия для них. Вот. Пока Россия только раскручивается, пока поднимается. Я думаю, что когда эта волна гадостей разольется по всему миру, то вот тогда будет противостояние очень серьезное. Наши враги будут потирать руки и говорить, ну, наконец-то про этих свиней мы узнали, кто они такие. А другие, те, которые понимают, что будущее за славянским миром, они скажут, ну, это очернение. И вполне возможно появится еще поддержка других славянских и не только славянских держав. Вот здесь как раз такая шутка написана. Еще пишут не просто «викинг», а пишут «выкинь-г». Так что, да. Ну, ладно, идем дальше. Поговорили об этом. Подводим, да, итог. То есть, в чем вы живете, в том вы и виноваты, другими словами. Если вокруг вас вот это вот, то, что вы не выкинули, присутствует, то в этом случае, значит, вы сами его допустили. Это означает, что так или иначе вы не бдительны оказались в нужный момент. Так или иначе вы расслабились, вы кому-то доверились и так далее и тому подобное. Сейчас вы просто-напросто пожинаете те плоды, которые когда-то посеяли, семена которых когда-то посеяли. То есть, ручки, глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь кушайте, пока не повылазите. Вот из этой же серии. Поэтому вы достойны и правителей, если ими недовольны, вы достойны и того телевидения, которое вам кажется, что оно пошлое. Вы достойны тех соседей, которые там кричат, шумят, и алкашей, которые у вас есть. Вы достойны, потому что вы в своё время не подняли шум по поводу ларьков, которые алкоголь продают, не поняли шум по тем передачам, которые по телевизору идут, не поняли шум, почему такие выборы происходят, не поняли шум по каким-то другим вопросам. Не то, что шум даже, а вы не сделали, вы просто отсиделись стороне. Вот поэтому вы можете говорить сколько угодно про любого правителя, сколько угодно плохо про любого соседа, но до тех пор, пока вы просто на кухне это говорите, а не предпринимаете каких-то действий, которые в рамках здравомыслия закона укладываются, ничего у вас не изменится, потому что вы сами достойны этих соседей, этого телевидения и всего остального. Да, конечно, полностью согласен. Так, идём дальше. «Ведь кто-то против тех, кому избрали, голосовал, а кто-то против всех, допущенных к выборам. Кто виноват, если власть антинародная сейчас?» Но мы уже ответили, идём дальше. Пятый вопрос. «Иисус любовь принёс, но был распят теми, кому любовь принёс, хоть и любил всех. Почему?» Это, конечно, вопрос связан очень близко с этой темой сегодняшнего нашего общения. Во-первых, он был распят ключевое слово «правительством», которое не было заинтересовано и теми, кто не был заинтересован в отбирании их бизнеса. Есть замечательное выражение «Бог внутри тебя и повсюду восклух тебя, не здание, как из камня и дерева, раскрытый кусок дерева и ты поймёшь». Это апокриф от Иисуса Христа. Это Евангелие от Иисуса Христа, которая считается ересью в Ватикане. И поэтому в данном случае невыгодно церкви, чтобы выглядели, что не обязательно ходить на то время, когда церкви выглядели туда. Ну, насчёт этих дат и всё остального не хочется говорить. Просто хочется сказать, что те люди, во-первых, которые это происходили, нужно понимать, что это происходило под определённым воздействием. Если вы понимаете, военные знают, это все оружие или магнитная пушка, которая может брать людей под контроль, ну, или управление массами. На тот момент люди и сами не понимали того, о чём они делали. Когда они уже это сделали, когда они пророков убили, они просто сподхватились. Но это уже было поздно. Ну, это, знаете, сейчас мы будем говорить, проверяйте, не проверяйте, сами проверяйте источники, ходите в медитации, путешествуйте во времени и проверяйте, зачем, почему. А нам-то что сейчас в этого? Вы просто делайте свои дела и несите любовь. Это самое важное, а не почему или зачем. Продолжаем отвечать на вопросы, шестой вопрос. Был обманут народ целой страны. Сами выбирали? Ну да, ни одной. Ну, наверное, дальше надо перейти к вопросам, потому что тут, в принципе, очевидно. Вот, давай, сейчас дочитаю тогда все остальные вопросы, уже не буду останавливаться. Сейчас живы десятки миллионов человек, которые вроде бы должны исполнять присягу СССР. Депутат Госдумы Фёдоров говорит, что народ предал свою страну, поэтому платит дань. За предательство платить надо и тем, кто не предавал, но народ расплатился. Медгард за свободу Дарий. В чём вина жителей Медгарда, в чём вина жителей СССР и так далее, и тому подобное. Да, мне кажется, мы уже здесь ответили. Да, да, да. Поэтому если вы расслабляетесь, ну вот смотрите, грубо говоря, алкоголик там напился, да, и началась война. Вот он лежит как пенёк, как бревно. Куда хочешь, а туда и пинай. Вот враг пришёл, а он пьяный. Ну скажите, кто виноват в том, что он пьяный? Кто ему водку заливал? Кто ему сказал, что надо выпить? Почему он даже, если кто-то говорил, не сообразил, что не надо пить? Жизнь она такая, всегда может что-то произойти. Какой-то пожар где-то может произойти, кого-то придётся спасать, кто-то начнёт тонуть, кто-то в аварию попадёт, что-то с вашим родным может случиться, помощь будет нужна, соседа, да кому угодно, а вы пьяный. То же самое здесь. Если вы ослабили бдительность, это не означает, что жизнь тоже бдительность ослабит, и она на вас обратит внимание, скажет, о, дружок, пока ты спишь, я тут никаких гадостей не буду совершать, я остановлю тёмные силы, остановлю время вообще, ты отдохни, отдохни, так расслабься. Не будет такого никогда, поэтому жизнь такая штука интересная, расслабляться никогда нельзя, никогда. Вот, а если мы расслабились, если мы забыли своё прошлое, если мы допустили этого всего, ну, получайте вот то, что имеете, ну, конечно, вы не виноваты, если так рассуждать, никто не виноват, из вас никто не виноват, иногда кто-то другой постоянно. Ну, это детский подход. Давайте всё-таки выходить из этой ситуации, понимать, что если мы родились в стране, которую разрушили с позволения наших предков, то давайте не исключать того, что мы сами могли быть в числе этих предков, значит, когда-то мы это допустили, значит, если так, то в этом случае мы воплотились в эту жизнь, чтобы эти плоды искушать. Вот кушайте, пожалуйста, делайте выводы, исправляйте. Анатолий Сын задаёт вопрос. Здравия! Вопрос в эфир. Что вы думаете про Левашова и его творчество? Благодарю. Замечательно. Я отвечу на вопрос, наверное, для многих слушателей будет приятна особенность Анатолию статой или стихом самого Николая Левашова, который всех призывал. Проснитесь, русские народы, проснитесь, ведь вместе были всех врагов и брали благо от природы и вместе славили богов, богами были наши предки, учили жить по совести они, свободу, честь, ценили выше жизни, а рабству смерть готовы были предпочти. Куда ушло величие наших предков, откуда рабский дух в душе, кто превратил народы в вовнов и хочет жертву принести? Враги пролили реки крови, пытаясь душу русскую убить, лишили всех свободы воли, заставив долю рабскую влачить. Чтоб каждый рус душою умер, чтоб свет очей потух исчез, чтоб стержень треснул и навеки, сам русский дух земли исчез. Тот самый дух, что в сказках был подмечен, тот самый дух, что в битвах побеждал, тот самый дух, что славой был отмечен, дела великие свершал. Но тьмой окутанной надолго он погружённый в долгий сон. Он выжил и уже проснулся, и набирает силу он. Пускай проснутся только единицы, и завтра будут тысячи уже, и от границы до границы проснётся русский дух во всей своей красе, и скинет сонные оковы, и сотворит великие дела, вернёт свободу и другим народам, и возродится вся земля. Поэтому я надеюсь, я ответил на вопрос с замечательным произведением. Я уважаю Николая, все его труды, девять книг, и те, которые он не издал, и его ментальную школу, и то, как с ним поступили, и те, которые всё это сделали. Это печально, но такова жизнь и такое пространство. Я его признаю, уважаю как великого мастера, как учителя. И хочу сказать, что он сделал больше хорошего для пространства, для общества, и вообще для всех. И создал великие труды, и доказательства, которые по сей день работают от ментальной школы, заканчивая приборами, светлой, книгой, ну и многое-многое. Поэтому я думаю, по поводу этого можно продолжать долго. Я искренне надеюсь, и ответил. Хорошо. Реплика от Вестника Богов поступила. А ещё есть другой вариант, Алексей. Нефиг ходить в кинотеатры, смотреть телек. Они всё для англичан. Они все для англичан. Над местом, где продают билеты, написано «тикет». Не касса, не билет, а «тикет». И ещё попкорн, бонаква, кока-кола. Байкотировать всю не нашу уголовно, условно говоря, культуру. Оговорка по Фрейду. А не собирать слюнявые подписи. Так вот, я отвечаю Вестнику Богов. Байкотировать — это само собой. Нормальный человек в это место не пойдёт. Но ведь есть люди, которые отравлены уже цивилизацией, и для которых это стало нормой жизни. Если здравомыслящий человек не доносит информацию, не доносит свои знания, не делится чем-то без наезда, как мы здесь говорили, без того, чтобы заставлять кого-то это выполнять, а просто не делится здравомыслием, то в этом случае побеждает чернушка, побеждает отсутствие здравомыслия, побеждает гадость. И вы должны, если вы уже проснулись, нести свет. Это ваш долг. Быть творцом — это ваш долг по жизни. Кто говорит, никто ничего не должен? Да нет, вы должны этой жизни. Вы должны жизнь. Она вам даёт жизнь, вы должны её улучшать. То же самое, как Земля даёт вам жизнь, вы должны Землю улучшать, а не ухудшать. То же самое и здесь. Если вы очнулись, то в этом случае ваш долг хотя бы каким-то образом начать светить в этом мире. Если вы просто закройтесь у себя в огороде, на даче, в поместье или где-то ещё, то в этом случае те обманутые так и будут ходить в эти кинотеатры и жевать этот попкорн и запивать его кока-колой. И в этом случае родившиеся у них дети будут также жевать этот попкорн и пить эту кока-колу. И наступит момент, когда ваш ребёнок встретится с их детьми. И что будет с вашим ребёнком? Потом они будут спрашивать «Папа, мама, а почему вы ничего не сделали, чтобы этих выродков не стало? Почему вы не сделали все условия, чтобы они не выродками стали, а чтобы они стали человеками? Почему вы сделали такую ситуацию, что я с ними сталкиваюсь, и мне приходится здесь выживать в их кругу, в их окружении? Такой вопрос будет к вам. И вопрос потом будет к вам не только от ваших детей, но и к вам самому, когда вы родите через два-через три поколения, где этих выродков будет ещё больше. Поэтому, да, слюнявые подписи может быть, но вопрос, а как вы ещё можете повлиять без революций, без потрясений? Как ещё вы сможете дать понять тем, которые эту гадость делают, что мы не согласны с этой гадостью? Каким образом? Ещё раз говорю, если будет всего сто человек, которые подпишут петицию или отнесут в прокуратуру заявление о том, что этот фильм является экстремистским, то это бы очень мало. Это даже не дроби на слону. Если тысяча пятьсот человек, это уже кое-что. А вот если миллион пятьсот тысяч, то в этом случае обратят внимание со всех сторон. Я задаю вопрос, а где этот миллион пятьсот тысяч здравомыслящих людей, которые вот таким образом повлияли, причём никаких санкций против вас принято быть не может, никаких вливаний денежных с вашей стороны не требуется. Достаточно просто отнести заявление и чтобы приняли его на ваших глазах и дали вам бумажечку в ответ заявление принято или послать его каким-то заказным письмом. Но лучше самолично отнести. Вот и всё, друзья мои. Поэтому вы можете рассуждать очень долго о том, что давайте-ка будем бойкотировать, давайте выкинем телевизоры. Пожалуйста, выкидывайте. Но сделают ли то же самое ваши соседи? И что у них родится? И с кем будут ваши дети общаться? Когда телевизоры на их кухнях останутся, и они будут ходить платить за забивание вот этой дрянью своих голов в эти самые кинотеатры, которые эту дрянь показывают? Вот этот вопрос позадавайте себе. А потом уже делайте выводы про слюнявые подписи или про что-то ещё. Идём дальше. Ну да, вот буквально маленькую реплику. Хочу сказать, что в своё время трансформация сознания того же Сергея Есенина, который, помимо того, что он был замечательным писателем, у него ещё есть такое скверное прошлое, он в своё время в письме замечательно написал. «Итак я бросил есть мясо, рыбы тоже не кушаю, сахар не употребляю, я скидываю себе всё кожаное». То есть он написал в своём письме Панфилову когда-то, и он абсолютно дошёл до этого. То есть это означает, что человек с определёнными обстоятельствами, что он много пил, у него было много женщин, но при этом он взялся за ум и севолюционировал. Так же и мы можем. И при этом это известный человек. Это вот как пример пришёл. Да. То есть опять же, просто точку ставя, всё зависит от вас. Естественно, что когда вы сами принимаете решение, это одно, но когда ещё своим примером не навязывая ничего, просто своим примером, примером своей жизни вы другим показываете что-то, это большой плюс. Если же вы уже проявляете свою позицию и с точки зрения Божественного, о чём, в принципе, меня просили рассказать в одной из лекций, наверное, называли лекциями, сказами, я об этом рассказывал, и в том числе и позиции, которые вам доступны с точки зрения общества, в котором вы живёте, то вот это, когда всё вместе складывается, появляется ваша сила, проявленная во всех направлениях, и вы становитесь частью этого мира, уже несущим как творец что-либо в этот мир, а не просто так, сидящее на кухне, рассуждающим о чём-то светлом. Идём дальше. Вопрос эфира от Владимира Зиматиевича. Александр, не кажется ли тебе, что тот субъект, в чьей цепи питания находится человек, тот и даёт вселенские законы человеку? Мы уже отвечали, мы сейчас не будем говорить по поводу анунаков и других на планете анунаков. Да, пожалуй, не будем. Да, давайте не будем, просто упустим по поводу этого. Ладно, идём дальше. Вопрос эфира от Александра из Волгограда. Как соотнести закон свободы выбора и обязанности? Уже много лет ухаживаю за больной матерью. Все дела, разговоры, действия, мысли вращаются вокруг болезней и негатива связана со старчеством. Других событий в жизни практически нет. Что-то изменить практически нереально. Это будет в ущерб её самочувствию. Или так, это будет ущерб её самочувствию. Как быть? То есть, другими словами, Александр боится чем-то расстроить, насколько я понял, маму свою, но при этом происходящее его напрягает. Это правильный очень вопрос, но тут надо очень понять такую вещь. Есть такой закон жертвенности, а вы должны приходить к закону любви. Никто не говорит, что вы должны бросить маму, и как бы оставить её умирать. Вы должны понять, что то, как вы относитесь к своим родителям, так и ваши дети будут относиться к вам. Вы должны создать условия, при которых неважно, может быть специализированная помощь, сиделка, вы имеете право проведывать, но если это будет ущерб вашей личной жизни, развитию, вы будете сидеть просто и не будете работать, ничего не делать, я не думаю, что ваша мать будет счастлива. каждый раз наполняйте любовью, молитесь за неё, благодарите, давайте самое лучшее от лекарств, рассказывайте свои достижения, чтобы она тот возраст, который она прошла с гордостью и радостью, но при этом опять же тоже что касается физического тела, если человек какие-то особенные болезни, то она тоже переживает и отрабатывает ту карму, которую она сама наработала, поэтому тут вопрос двойственный, но вы как представитель рода, должны понять с уважением отнестись к этому, но при этом очень тонкая грань, переходить на уровень жертвенности, может опять же вам нужно нанять сиделку или какие-то разграничить, ну или самое уже самое грубое, начинайте заниматься удаленной работой, но если так, надеюсь вы понимаете о чем я сейчас говорил Александр. Хорошо, следующий вопрос от Антона, мы живем и развиваемся, соблюдаем кон свободы воли, а социальные паразиты не соблюдают и мешают нам, как донести до слепцов кто слепо принимает их законы и становится марионеткой, что они становятся руками палача, при этом не нарушать коны вселенной. Ну опять же начните с самих себя, не надо никому ничего доносить, если вы создадите общество и пространство, те люди просто-напросто они сами уйдут из этого пространства и не надо никому ничего доказывать, просто создайте то общество, может быть маленькое, поселение, может группу, может общину, может... И этого будет достаточно. И после этого будут люди приходить и думать, ого, они не болеют, они умные, у них технологии и ресурсы есть и красивые там, когда в древности предки к нашим приезжали предкам, они были в шоке и писали, и известные греки писали, что у нас держава была с ресурсами, со всеми, со всеми, всеми, всеми делами. И в этом было большое достижение. Поэтому просто нужно понять и вспоминать знания наших предков в тех же ведах. Классно сказано было «Защищайте роды рассенов и святорусов, от чужеродных ворогов, что идут от земли нашей, со злым помыслом и оружием. Но не хвалитесь своей силой, побеждая в брань, а хвалитесь поля брани съезжающей. Сохраняйте тайную мудрость Божия, не давайте мудрость тайную вы. Не убеждайте вы тех людей, кто не хочет слышать вас и внимать к вашим словам». Поэтому в данном случае вы можете уважать, ценить. Зачем? Если человек не хочет воспринимать, лучше сдвигайтесь по своим направлениям. Не нужно расхвалять, потому что за хвалой ничего хорошего вы не делаете. Вы просто-напросто защищайте, делайте, думайте, анализируйте, как это всё поменять и как привести к благости. И всё по совести. Я опять же тоже надеюсь и ответил. Я хочу отдавать от себя. Где-нибудь кто-нибудь видел какого-нибудь сильного человека, который бы пришёл в спортзал, а вместо вот этих тренажёров там бы, например, стояли плюшевые игрушки. И он выходил из спортзала, такой чистенький, без запаха, но при этом сильный-сильный, крепкий-крепкий мышцы как сталь. Вот, наверное, трудно себе такой абсурд представить, да? В спортзал приходят и начинают пахать. Эти тренажёры садятся и начинают делать несколько подходов, усложняя, для того, чтобы мышцы накачивались, для того, чтобы привыкал организм к этому стрессу, для того, чтобы обмен веществ происходил так, как необходимо атлету. А если вы приходите в спортзал, но при этом тренажёры заменены на плюшевых мишек, с которыми вы так ложитесь в обнимку и там полтора часика отдыхаете, то в этом случае ваши мышцы будут превращаться из стальных в каких-нибудь там амёбообразных. И в этом случае ваша сила будет ходить непоятно куда. И, в общем-то, ничего хорошего из этого не будет. К чему я это сказал? К чему такая аллегория? Вы приходите в эту землю как в спортзал для того, чтобы стать сильнее. И есть тренажёры, те, которые создают для вас проблемы, для того, чтобы вы их решали. Но решать можно только по тем правилам, на которые вы подписались перед тем, как прийти сюда, на эту землю. И для того, чтобы накачать мышцы, тренажёры, они могут усложнять вашу задачу, они могут дополнять что-то. Вы не меняетесь, вы как вот есть в этом теле, так и есть. А тренажёр можно там грузик подвесить, можно какую-то резиночку добавить, можно угол изменить и так далее, и тому подобное. Тренажёры меняются. И поэтому они работают, вам как кажется, не по тем правилам, которые для вас понятны, они работают по своим правилам. У них свои, если так кавычку сказать, коны, по которым они живут. А вы не можете их коны менять, и вы не можете их понять. Но от этого, если вы меняете себя, если вы делаете себя сильнее, вы выигрываете, вы становитесь лучше. Это первое. Второе. Ведь всегда в первую очередь, когда человек меняет мерность, вопрос идёт не к людям, которые остались здесь на земле, не к людям, которые уже ушли, а вопрос к этому человеку, а что ты делал там на земле? Ты ходил и плакал, потому что кто-то плохой не давал тебе развиться, потому что кто-то плохой и плохие фильмы снимал, потому что кто-то плохой телевизор показывал, кто-то плохой кого-то ещё выбирал, куда-то назначал и так далее. Или ты что-то делал, или ты как-то жил, как-то развивался. Вот давайте вот с этого начинать в первую очередь, а потом уже говорить о чём-то другом. Вот когда у вас будет всё хорошо с вашими телами, с вашими мыслями, с вашими делами, вот тогда давайте уже говорить, а где вы это сможете применить. Как вы это сможете применить? Как вы сможете кому-то помочь? До тех пор, пока от вас плохо пахнет, говорить о том, что вы идёте кого-то вычищать, убирать чей-то другой запах, наверное, глупо, наверное, бессмысленно. Ну что ж, вопросы мы все с тобой озвучили. Давай переходить к заключительной части. Обычно мы подводим итог какой-либо передачи, и потом в заключении перед тем, как проститься, желаем что-либо нашим радиослушателям доброго, вечного, хорошего, красивого. Пожалуйста. Да, ну, ещё раз, я искренне надеюсь на то, что вы начнёте смотреть аналогии, есть очень много и в интернете, и доказательств о принципах сакральной геометрии, как они влияют на пространство, и вы найдёте закономерность в физике, в математике, в геометрии, всем тем словам и законам, которые я сейчас передал, и в разных древних источниках вы будете находить эти аналогии. Самое важное отследить, что в вашей жизни, какие законы вы нарушаете, свои личные, собственные, и постараться понять, по какому кону вы живёте, и что истина внутри вас. Чем быстрее вы поймёте природу своего истинного, то тогда вы станете светом. И когда вы станете светом, вы будете вдохновлять других людей, просыпаться, не нужно будет выбирать между кем-то и чем-то, это будет просто истина, вы будете в любви, в гармонии находиться, вам не надо переживать ни за кого, вы просто будете тем, кем вы должны быть. И, знаете, можно так, как говорится, подытожить, вот очень много таких животрепещущих тем по поводу одного, другого, той проблемы. Вы просто запомните, учитесь терпеть, учитесь терять и при любой житейской стуже учитесь с улыбкой повторять, прорвусь, бывало и похуже. Чётко помните это и знайте, что вы есть свет. Если вы будете уверены, неважно, любой для вас ветер будет попутным, вы просто отстаиваете свою позицию, визуализируете, вы знаете, что сила мысли может менять даже линии на ладони рук. Поэтому просто будьте светом. Это самое главное пожелание для вас, а законы Вселенной помогут вам достичь просветления и изменить общество, ну или жизнь, по крайней мере, свою и ваших родных и близких. В целом на более высококачественный уровень. Будущее меняется только тогда, когда мы принимаем новые решения. И будущее принадлежит только тем, кто верит своей мечтой. Мечтайте, и у вас всё получится. Я благодарю вас. Благодарю тебя за интересный эфир, за интересные слова, за то, что раскрыл законы, упорядочено последовательно. Я напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 31 января 2017 года, вторник, по одному из старинных календарей 11 день, месяц, в юг стужи 7525 лета неделя. Законы, по которым живёт вселенная, таков был у нас сегодня живой эфир. Автор соведущий Александр Жираков, за что тебе низкий поклон. И в свою очередь я благодарю наших радиослушателей, которые принимали участие вопросами и репликами в чате Народного славянского радио. Очень было приятно видеть столь доброжелательную хорошую переписку. Очень было приятно посмотреть на ту реакцию, которая вами излагается. Желаю вам всего самого доброго, друзья мои. Так держать. Давайте всё-таки понимать, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле, куда и как двигаться через понимание будут появляться какие-то действия в нужную сторону, через действия будет улучшение себя самого, через улучшение себя самого будет улучшаться этот мир. На 7 я с вами прощаюсь. С вами было Народное славянское радио. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Субтитры создавал DimaTorzok